Добрый вечер дамы и господа, приветствую вас всех на моем твич канале. Сегодня не совсем стрим по расписанию, обычно я по вторникам не стримлю, но тут ночью взял и вышел все-таки вампир. Я не был уверен выйдет ли он в вторник или в среду, стим не совсем понятно показывает таймер. Вот и все-таки я решил его сегодня взять и сходу постримить. На самом деле хотелось весь день в него поиграть, но я себя сдерживал, как обычно как стрим, так хочется спать. Ладно, давайте запускаться, поехали. Вампир от компании Don't Not. Сейчас я вспомню, чем она сейчас знаменитая, эта компания. Кроме того, что она делает вампир. Ага, а, вспомнил. Да, я же не так давно смотрел, что она сделала все время Remember Me и Life is Strange. Значит, такой вот у нее специфический постужной список, не совсем характерный для компании, которая взяла и заявила, что готова делать РПГ. Причем РПГ в таком не слишком освоенном сеттинге, как вампири в Лондоне 19 века. 19 века же, по-моему, да? Да. А, подожди, даже 1918, то есть начало 20-го. Так, сейчас посмотрим, как все это счастье у нас... Хайюшки. Как все это счастье у нас будет отображаться на стриме. Нажмите. И я зачем взял геймпад, если я хочу играть с головомышью? Непонятно. Так, не отображается, да? Категорически отказывается. Я вас понял. Атак? Атак, норм. Сейчас настроимся. Игру я немножко уже проверил. Посмотреть, как она будет работать с настройками графики. Вроде все получилось нормально. А что такие огромные? Простите, пожалуйста. А, я понял. А давайте мы, наверное, будем отключить... Чистоты кадров. Чтобы не мешал нам играть по-человечески. Итак, все. В игре вампиру каждого вашего действия будут последствия. В этой игре предусмотрено автосохранение. Потрясающе. На кнопку Y. Точнее, на букву Y. Такое вот нетипичное, надо сказать, написание этого слова. Но оно имеет право на жизнь, на самом деле. Так, что-то у нас. Давайте удалим. Всего удалить. Всех удалить. Сейчас я только гляну, что настройки сохранились. Надо сказать, игра вызывает определенные вопросы. Всем еще раз привет. Кривой захват какой-то. Почему кривой захват? А, я понял. Понял идею. Это у меня сайзика сохранилось. Ищем. Ничего страшного, пока ничего не происходило. Так, а как мы сбросим-то? Прочно нам так сделать. Небольшая техническая заминка. Анализика пришлось просто делать масштабирование, чтобы он нормально показывался, а то там разрешение маленькое. Все. 35% контента, а остальное в DLC просто добавят. Так, блин, что я тянусь с геймпада, вообще не понимаю. Хоть ты тресни. Но здесь можно, конечно, играть на геймпаде, безусловно. Но, не знаю, мне в RPG привычно всегда играть с клавой мыши все-таки. Последний RPG про вампиров, который я играл, это была Vampire The Masquerade Bloodlines. И все, собственно. Никто особо в этой тематике ничего интересного не делал. Поэтому, посмотрим. Сложность игры в этой игре, сложность зависит от того, сколько людей убиваете. Чем больше убиваете, тем меньше сложность. Ред queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless knights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Тис, perhaps, the countdown to oblivion for the once proud city of London. Тис, perchance, her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness, but lurking sun? What is war, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? What is hate, but jilted love? What is life, but death pending? Death. Since the apple was plucked from the secret tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare, to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Death, to be, 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 Продолжение следует... 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 Но ведь он же не выпил всю ее кровь Это брат Это его сестра, получается, была Господи, ну и голос Вспомнилось, что он медик О, господи, о, господи Но ведь от прокола в вену не умирает Странно Мэри Мэри Нет 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 Взяла и умерла Я вот вообще не понял Что послужило причиной смерти Это хоро Это хоро Ну вот на этом месте я Закончил проверять Игру Ау Ну, как видите, сами графика в игре Если кому-то это важно Не шибко хороша Понятно, если бы артерию достал, хлистала бы на полметра Кровища Я тут Аккуратненько Скушал Так В воду прыгай Нет Ау Они стреляют от меня Беги Графика так себе, короче говоря, явно не современная Но для РПГ обычно Не такие Не так высоки Требования К графическим Технологиям Как Каким-нибудь шутером, например Или Играм Да, блин! Я не могу убежать Пока у меня стреляют Ладно, побежали, короче Со всех сторон Набегают Режут Бьют Я не знаю, я бегу куда-то Ой, у меня есть карта Сау Тварк Видимо, Сау Сарк Эльварк Не знаю Ой, я могу всякие маркеры ставить Только два Я не могу их как-нибудь Надеюсь, мы посмотрим, что есть Легендарные вампиры Какие-то коллекционные документы Предметы Пусто А прическа я могу поменять Было бы забавно Так, здоровье Вносливость Четыре Обилки, видимо Какая-то сверхъестественная Обилка Сыворотки Левая и правая рука Как в Dark Souls Карты А где я? Ага, я в самом Юге карты Ну, очевидно Она называется South Arc South Arc Не знаю, почему Arc Ну-ка Это что? Нет заданий Меню горожан Да Да, самая Основная Отличительная Особенность этой игры Заявляется Что все НПС В ней именные 10 лет болванчиков Если ты убиваешь Какого-то НПС То все Его история заканчивается Он больше в игре не появляется У него есть там семья Дети Вот это вот все История своя Каждый раз Убивая Упивая кровь какого-то Человека Наш Главный герой Узнает его историю Ну, если он его пьет именно А тут они Просто мы деремся пока Вот Ну, я не знаю Правда вот эти вот бомжи Сомневаюсь, что именные Мне кажется, имеется в виду Все-таки именно жители Лондона Вот И мы будем бороться за их здоровье То есть Не линейный, я так понимаю Прогресс В этом плане Сценка, я так понимаю, заскриптована Можно стоять, греться Бесконечное время Никто нас не тронет А куда он нож девать? Фига такой мачете Ок Клонение пробел Оп Оп Вольф пируэт Ай, уклонился так уклонился Можно я тебя просто заклюкаю И все Ту-ти-ти-тум-рум Ту-ти-тум-рум Ту-ти-тум-рум Игра сохраняется, межно делом Сталилитейный завод Ну типичный такой Индустриальный Лондон Трубы коптящие небо Постоянный смог Волод Вонь Болеющие дети Вынуждены работать, подрабатывать на заводах Ну, короче, все, что мы любим, да? Опять Киркен чат ломает Ясно, понятно Я-то думаю, что все молчат Что после выбора цели? Изменение цели, она не меняется А, дожди Мне еще надо выбирать цели Может, я так просто буду кликать и все Ау Я, походу Ты бить-то будешь, не? Я Регеню ХП, наверное, да? Потому что до этого она у меня Да, она потихоньку восстанавливается, но, по-моему Не на фу Нет, смотри, продолжает Окей Лутать мы не можем Какие-то чуваки С пистолетами В платках Армейских ремнях Или что-то такое Пришли На столе летение, я не зову Прям так Банка просто С расплавленным металлом стоит Наверное, рабочие оставили Вечером такие Смена закончилась Такие поставили, все А мы уходим На утро приходит А тут она просто уже все Застыла И железная болванка Вот это я понимаю Рабочий процесс Тут тоже кто-то забыл Позакрывать-то Люки Что тут есть? Я не знаю Может, что-нибудь Можно поисследовать Карта, конечно Как бы сказать Не слишком Продробная Но, видимо, вот эта вот Белая Это Хотя нет Мы ходим по красному Сейчас, не знаю Сложно пока сказать Белая, видимо, это улица Физики Цепей в 2018 году Не завезли Он у вас Куда там Миссия of Dark and Magic Вышел там Что тут еще есть? Какие-то шестерни Гигантские Вращаются Сейчас оттуда Арнольд Шварценеггер Такой И застрелит меня Нахер Ясно Я имею в виду Ты не вреда Я... Я нужна помощь Умирай, ты Блокий литр Пожалуйста Позвольте мне Я не могу Существовать Открывай, боже Кто ты? Что это все? Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа издает фокус интерактив достаточно крупный издатель повышенный урон определенные элементы в том числе огонь и носят повышенный урон снижающий ваш максимальный уровень здоровья я вас понял шкафчики нельзя лутать все плохая pg видимо раздевалка рабочих не душевой нихрена не предусмотрена естественно профсоюзу еще не существует так а солнце вон как-то тут завязано на дневной ночной цикл или ой чё-то он там меня огнем каким-то пулять собрался на мужчина пряж успокойся тут линейная улица спрятаться то негде чё пишут чего мотор ойл ясно машинная про машинное масло книжка очень увлекательная чтила солнце крестьянам помогло солнце трупы за полчаса сожгло но в тишине ночной подвале кто-то рявкнул хуй анда твой любимый горшочек некромант я конечно все понимаю там методика выражение мысли главного героя но зачем он говорит вслух впрочем такое бывает чуть никакой фотографии решил посмотреть это наш дом что ли интересный эффект скажи спасибо что не пришлось шкаф двигать самостоятельно очень увлекательное занятие знаешь ли ну кстати здесь давно заколочены стены дом то заброшен я бы не стал придираться к его расположению стоит да стоит написать огонь и солнце кровососы не боятся ни солнца ни огня они не загораются не превращаются в пепел попав под солнечные лучи но солнце очень 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 сильно им вредит я лично приковал одного вампира к дереву чтобы узнать что с ним произойдет после восхода солнца через несколько минут его кожа почернела так словно горела изнутри его глаза и тело расплавились я увидел как шевеляться и скрипят его нечестивые кости тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей в конце концов остался только иссохший труп но как только солнце скрылось за горизонтом он начал медленно восстанавливаться и отрубил ему голову чтобы окончательно уничтожить и когда применил огонь проклятый кровосос так и не возродился из пепла огонь это наше оружие братья лучший способ уничтожить зверя это сжечь его знай своих врагов карл элдридж лидер стражей пивена кровососики а что это я не восстанавливаюсь то солнце то уже зашло алоэ вы могу как-нибудь помедленнее ходить а то я бегаю как бешеный просто ну реально не очень атмосферненько пройти давайте по атмосфере ходить медленнее еще медленнее ну так садит принципе ничего пока скажем так не предвещает что тут в эту игру нужно обязательно играть склава мыши пока по крайней мере бутылка алкоголя самый раз сейчас довольно типичный интерфейс левая рука правая рука я могу интересно взять и нож из левой руки положить вправо а как убрать оружие начнем с простого ясно я информация тут какие-то штуки есть повышение уровня есть у оружия можно качать крафт будет так внимание если выберите двуручное оружие оружие для левой руки будет убрано я понял короче специфически какие-то оффхенд должны быть только то есть оружие для правой руки в левую не идет понял вас какая-то женщина лежит ой офигеть чуть из не такой да это какой-то угуль д Party то есть очки здесь он стресс-тапфанци let's run to his pocket перед dead's pockets you serious i'll still a rent to pay he's got no more responsibilities сесс ка улот камеры Красиво это. Мы фанцируем и шелтатейкингс. Я думаю, что мы предупреждениями. Давай, дай мне. Выбросили. Это невозможно. Что? Пульс? Он же про пульс ничего не говорил вроде. Или меня глюканул. Так, все. Тебя больше это тело никак не интересует. Я так и не понял. Это были не его, видимо, часы просто такие же. Проверяем почтение к мертвецам. Простите, пожалуйста. Ок, допустим. Что тут еще в этом доме есть? Дом-то заброшенный, но свечки кто-то поставил. Интересно бы зачем. That's impossible, он сказал. Но он про пульс-то ничего вроде не... Или там бы проскочил. Я просто, может, прослушал момент. Сейчас, давайте еще эту комнату осмотрю. Котики. Котики руинят стрим. Так, шиллинги. Побираемся, короче, в сундуках. Ищем шиллинги. Шиллинг, это же, короче, очень мелкая монетка, да? Он прям таким голосом типичного рассказчика какого-то закадрового говорит. Не то, что прям персонажа. I can almost feel. Вот так вот как-то. С пафосом таким, с выражением. Шкафы. Замечательно. Ковер не украли. Видимо, ковров таких много, никому не нужны. Ой, а в зеркале я отражаюсь? Ничего себе, 2018 год, я отражаюсь в зеркале. Ну, частично, по крайней мере. Или нет? Ковер не украли. Нет, 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 я still have so much to accomplish. I still have so much left, that needs to do. Как скажешь, друг мой. Так все-таки он отражается или нет? Почему? Он же вампир. Ну, такое, знаете, не то что отражение, а какой-то силуэт там проявляется и все. Это то ли так задуманно, то ли великолепные технологии современные. Но вообще, игра на Unreal Engine сделана. Не знаю уж на каком, на третьем, на четвертом. Я думаю, что на четвертом уже более-менее. Так, какой-то очередной товарищ застрелился. Морфиновый наркоман, что ли? Чё это он застрелился? Барабан-то пуст. Один патрон пока выпущен и все. Барабан-то, этот он потерялся. Мы должны уйти. И теперь! Есть время, когда я могу спасать его. Это враг, который придет. Организация, чтобы эвакуироваться в госпитале. Готово. Он живет. И теперь что? Мы боремся. Убить нам намного легче, чем защитить. Чтобы иметь такую жуткую внешность. Война? Ну, видимо, Первая мировая. Раз, это 1918 год. Да? Ой. Револьверчик. Так, ну стрелять я уж точно буду с клавомыши. Потому что невозможно с кеймпада делать адекватно. Так, скажите мне, пожалуйста, есть ли здесь на стройках? Привязка клавиш. Ходьба удерживать, ясно. Топовая кнопка, конечно, для ходьбы. А можно какой-нибудь альт там привязать, я не знаю. О, можно и геймпад больше не трогать. Хорошо. Конечно, геймпады не такие плавные повороты. Это не очень сказывается на, скажем так, красоте движения, камеры и качестве стрима. Да. Так, кто сейчас при ночи парится по поводу ПК-шников и их управления? Все делают управление под геймпады. Окровавленный дневник. 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Большим ковшом, видимо. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Бекке нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают во всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия. Грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекке немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. А что там тогда пылающие эти горшки с металлом стоят? Я не понимаю, если она закрыта. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекке, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств. Купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может завтра пойти в Пембургскую больницу. Она далеко, и я боюсь вставлять жену надолго. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекке стошнило. Она так исхудала, что я смотрю, на нее плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мясо. Где найти мясо? Эм. Как прокур... А, вот. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. Она, видимо, стала вампиром, раз мясо захотела. Или чего? 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилу. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которым днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. С лодок. Окей. Стоит страшная война. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад. Но Бекки. Бекки отказалась. Я лучше вру, сказала она со смешкой. За что она от меня так мучает? 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она сдала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранила со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог уснуть. Бекки всю ночь сарапала дверь и просила о помощи. Умоляла ее впустить, но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собакой. Молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я наел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на круг. Просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме Тихонах, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимый, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. Интересно. Найс семейная жизнь. Да, я понял, что там. Для красоты поставили. Для атмосферности. Так. Ну, судя по тому, что мужчина не разлагается. Как бы посмотреть, какое сегодня это вообще число. Как-то можно? Интересно. Уровень гнипноза. Неизвестный район. Состояние здоровья стабильное. 83% враждебное, да? Или что это? Непонятно. Пока не ясно. Система расследования тоже непонятна. Короче. А, то есть ты стреляешь с левой руки. Нифига ты, амбидекстер. Я бы вот с левой руки, наверное, не стал бы стрелять на твоем месте. Так, ну давайте посмотрим, что-то еще под подушкой лежало. Ну, очевидно, да, внизу Бекки. Это не имеет смысла. Никакого. Никакого смысла. Ты решил поспать? Ну, что я могу сказать? Спокойной ночи. Ясно. Я-то думал, там какой-то цеписька лежит под подушкой. Я не думаю, только... Так. Но он же врач. Он знает, где сердце. Ему норм. Хотя очень странный способ самоубийства, конечно. Минус уши. Я могу вообще уйти. Интересно, как тогда будет игра развиваться. И вот Джонатан Ридд 120 часов лежал на кровати, целясь себе в сердце. Пока все вокруг, во всем Лондоне не умерли от болезни. Вампиры захватили королевство. А он все лежал и лежал. Мне просто интересно. Что-нибудь придумали разработчики на тот случай, если игрок не захочет нажимать никакие кнопки. Вот эта вот нелинейность, там, не знаю, выбор. РПГ. Я просто не хотел этого делать. Можно как-то, я не знаю, загрузить контрольную. То есть, здесь вообще, кстати, нет, по-моему, сохранения как такового. Не считая... Быстро... Автосейвов. Быстро сохранения нет. А я хочу. Не нравится звук? Норм же. Ладно. Ну, по крайней мере, тут требуют нажать. Бэм! Ныне и присно, и во веки веков получено достижение. Ну, видимо, он оживится сейчас. Заново. Я просто не всю комнату обшарил. Теперь буду жить и страдать. Думая о том, что... Я не залутал вот те пять шиллингов. Которые там лежали. Да. В РПГ нет сейвов. Современные игры. Это абсолютная мудрость. Я потерялся с настоящим. Как это. Как мудрость, как мудрость. Ой. Я думал, сейчас катсцена будет. Развитие. Убежищах вы можете отдохнуть, развить свои навыки и, видимо, застрелиться. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Так. Аутофагия. Вы расходуете собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. А в чем соль? Выберите доступный навык автофагия. Выбор. Понятно. Он, видимо, первый. 1300. Так. Автофагия. Пассивный. Вампир применяет силу своей крови, чтобы восполнить обычный и повышенный урон, а также ускорить восстановление мышц, нервов и костей. За временем этот вампирский навык становится настолько сильным, чтобы обскораживать даже обывалых охотников на вампиров. Так это пассивка же. Вампиры отнюдь не беспертные. Они быстро регенерируют, но стоит лишить их этой способности, когда они перестают быть непобедимы. Я же уже до этого регенерировал. Нафига я это сделал? Промахнулся по сердцу, думаешь? Ну, судя по количеству крови, он все-таки попал. Наступательный. Когти. Кровавое копье. Теневой туман. Короткая, средняя, дальняя. А. Короткая и дальняя. Область 2 метра какая-то. Вы размещаете теневое облако у своих ног и или у ног цели. Через короткий промежуток времени у лока взрывается, нанося большой урон. Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь врагов перед вами. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам перед вами. И все. Так, у вас достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать наступательный ног. А вот тут уже выбор. Ну, мне нравится идея кидаться копьями, если честно. Ты еще опыта. Такое. Вампир формирует из собственной крови копье и выпускает его в врага. Подготовка к этой атаке у некоторых вампиров занимает много времени, но этот прием позволит быстро избавляться от противников на дальнем и среднем расстоянии. Это мощное сверхъестественное оружие для вампиров, не любящих ближний бой. Если не можете вернуться от атаки кровососа, старайтесь держать рот на замке. В каком смысле? Социальных обилок? Не знаю. Организм, кровь, наука. Ну вот наука только что. Мы будем лечить. Теневая завеса. Это не та RPG, чувак. Совершенно не та. О которой мы мечтали. Это, скажем так, я думаю, экшен с упором на историю, диалоги и прокачки, по сути. Как нынче делаются RPG. Так, ну, даже не знаю. Туман, что-то мне не очень нравится, если честно. Вампир собирает вокруг своей жертвы тени, которые взрываются по окончании обратного отсчета. При взрыве всех противников в зоне поражения пронзают острые, как иглокопья. Многие вампиры используются этим навыком, чтобы уничтожить врагов с расстояния. Они думают, что могут убить нас своим жалким оружием, но им никогда не победить. Чему? Как и многих других хищников, природа наградила вампиров когтями вместо ногтей. Это естественное оружие легко разрывает ткани и быстро рассекает артерии жертвы. Выпускай когти, и ты увидишь людей в новом свете, как мягкое и нежное мясо. Е-мой. Я, короче, возьму копье. Так, прокачано. Теперь нажмите отдохнуть, чтобы сохранить изменения. А где тут отдохнуть? Я устал. Пойду полежу в собственной крови. Глава первая, карантин. Изучить произошедшее с телом изменения. Личная жажда найти вампиры, с которого все началось. Глава первая. Так, какая глава все-таки? Первая, в смысле? Глава первая, карантин. Глава первая, то есть это, видимо, глава первая, а часть, или, наверное, это, скорее всего, часть первая, а глава первая. Как-то так, потому что тут одно и то же. Мой бред. А что это значит? Вечная жажда. Снова ночь. Я в Лондоне. Наверное, где-то рядом с доками и стенда. Эта часть города мне незнакома. Я знаю одно. Здесь кто-то убивает людей, режет их, пьет их кровь. Превращает их в свое подобие. Может, это произошло со мной? Моя бедная мэрия, моя бедная сестра. Я должен найти по кровавому следу, найти ответы. Возможно, сначала стоит узнать, что здесь произошло, пока меня не было. Затем я разучу того, кто это сделал со мной и кто сделал меня таким. Ок. Слови крови он петь не может. Ну, использовать для обилок он может. Так что хер его знает. Так, а что за маркеры? Я их создавал. Когда только, не знаю. Вроде их поубирался. Вечная жажда найти вампируса, с которого все началось. Окей. Добраться до северного берега. Ладно. А что у нас вообще есть? Припасов нет. Есть буклишка. Средняя цена при перепродаже. Этот привет можно разобрать на части. И часы тоже можно разобрать, да? Так, дневник мы почитали. У меня уже внезапно третий уровень, так, к слову. Подожди, а что? Я не могу достать оружие. Так кто-то уже ломится. Никого нет дома. Эти люди хотят меня смертью. Мне нужно уйти сейчас. Там лейч. Моя головка спиннилась. Так, шкафы подвигать мы не можем, да? Ну, замечательно, еще одна комната. Ой! Сам ты, ой! Какие-то охотники на вампиров тут... Никакущие. Че это? Ты же вампир. Всякая всякая дверь здоровенная. Ну, ладно. Ножик как-то странно блестит, если честно. Че-то такой яркий. Тут же нет света. Толком. Ладно. Это работа для ведьмака. Ну, так-то да, только у них ведьмака нет в наличии. Нужно бежать. Идет как-то прогулки в парке. Так это я хожу просто. Я уже понимаю, что тут все на скриптах, и никто за мной гнаться не будет. Поэтому просто хожу. Ищу. Старый колл. Оружие для левой руки. Какой черт. А, ну у меня патронов-то нет. Получается, ключ в эту бежище. У меня выносливость кончилась. Пули для пистолетов нет. Кончились. Так, что-то какой-то ключ я взял. Ключ в эту бежище в саут. В арке. А, наверху, интересно, дверь не откроет? Она закреплена. Жаль. Я еще в Савваке. Савваке. Я должен reach the west end. Окей. Здравствуйте. Оглушение. Нажмите, чтобы применить колу и оглушить врага. Углашенного врага можно укусить. Допустим. Так, нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получите кровь для применения навыков восстановления здоровья. Ешь! Так, еще. Так, еще. Ну, типа, да, я его съел. Нажмите 2, чтобы применить навык кровь вумпера. Так, что там? Но он не умер. Так, между делом. Держу в курсе. Куда они делись? Спада? Так. Мне как раз хотелось в туалет. Блин, они уже ушли. Ну ладно. Все, говорит, они меня потеряли. Да? А? 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 Окей. Все, говорит. Все, говорит, они меня потеряли. Все, говорит. Ой. Вжух, вжух. Вжух, вжух. А, я не могу сквозь? Ясно Можно было и не спрашивать Че, 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 подожди Оказалось, что окно можно открыть Но я, конечно, могу вернуться назад Хрен его знает зачем Это вообще ничего не дает Ничего не открывается Ничего не ломается Ладно Зато можно быстро перемещаться Хотя он так бегает быстро Я требую стелса Ешь Не, получи И попал А че, больше нельзя есть? Того же самого А, можно Я просто хочу его доесть до конца Пусть Ники попался просто Хорошо Как скажешь, мужчина Ого Куда-то стрелял там Сорян Не получилось Это какой-то конченный Изи Часть обычная Я не уменьшен Я не уменьшен Как ты-то говорит А куда солнце А, мы же поспали Да Да, сейвов нет в игре Так что Очень странно Ну, типа Все выборы, которые мы будем совершать Видимо, они будут Окончательными и бесповоротными Ну, чтобы жизнь медом не доказалась Я здесь трех укусов не мрут А сестра в начале игры Сразу отъехала Ну, конечно Они-то, видишь, тренированные ребята Сражаться с вампирами Как отлетают-то Нафига я почки ломаю Если в них вообще никогда ничего нет Судя по всему Карту бы Ой Я что-то пропустил Шиллинги Да, бомжи Дробовики Они, видимо, просрали Или чем-то у меня пытался стрельнуть Моторит мерчант сервис Короче, корабельники На машинах Это они, видимо, отсюда приехали Или это просто здесь стояло Мрачники, короче Лондон тут Прямо скажем Мост в Салтарке Состояние района стабильное Стабиль Ладно Бочки тоже приколочены К полу гвоздями Металлические Не сдвигаются Опа Какие-то картиночки Смотрите Мимо их можно изучать Давайте посмотрим Ступай в армию Ты нужен королевой стране Ступай Помоги Ступай в армию Все еще Ступай в армию Один и тот же плакат Только Окей Лондон Опиньен Там какой-то Николай Второй Нарисован Да не мужик На него похожий Моя плохая сестра Если бы я бы контролировал Моя потребность Для крови Мэри Кто-то Платит Для того, что случилось С тобой Все в порядке Вроде как Мужчина какой-то отдыхает Можно съесть крысу Как в Эмпари Дамаскерейд Ну там правда Присанаж мог Начать болевать От такого Отношения к себе Ты же блин В туман превращаешься Какого черта Войти никуда не можешь Дождь Тьма Вонь Ночь Улица Фонарь Аптека Скриптовень Тут у вас Хорошо Я могу Все это дело Контролировать Так Мужички Какие-то под мостом Видимо Живут Живут И бухают Говорит И показываю Просто Опять Плакатики Война там уже Вроде как Закончилась Плакат До сих пор Не сорвали Какой-то у нее Беспомощный блин Ну такой Типа Доджить только Немножко А так и все Может потом Раскачается Не знаю А он же еще И вполне Обладел Своими способностями В темноте Правда Ни хрена Не видно Не знаю Спросил Лондона Возможно Да Хорошо Я много вопросов У меня еще больше Че это Канешки И фига не вижу Док В Лаймхаусе Порт А я думал Такие-нибудь бомжи живут Еще один Чутье О, ведьмачи Здравствуйте Хорошо Закончилась Ну вроде как 1918 год Краймер Игра об этом Упоминала В начале Когда отдавала Подсказку Напрямую Об этом пока Никто не сказал Но Как-то так Кирпичи Мыльненькие Кирпичи Да Алюминиевый Осколок Масла Ох Чую Крафтом Пахнет Просто Со всех щелей А не кровью А мне сюда И надо Да Ясно И шо Ты же вампир Ломай Выдло Не очень Вампирский Вампир Судя по всему Дожди А куда тогда ведет Вот этот след Ой Я забыл Этот будильник Выключить А выключить Ну Ще Должен доел Каждый раз Звонить Зачем делать Анимация Открытия Судука Да В 2018 Году Судуки Ну он Вампир Он открывает Силы мысли Че ты не понимаешь Ага Кровь Туда шла Я понял Подожди Мы отсюда Пришли Ясно Ночью Никто Двери Не открывает В Лондоне Ну я б тоже Не открывал Пока Ничь творится Да хрен Алло Люди Хотя Блин Ты какого черта Ты куда не пойди И все Идешь по квесту Я так не играю Я хочу Идти куда-нибудь Туда Где квеста нет Ну в смысле Так же Интереснее Здесь Видимо Тупик будет Что-то мне подсказывает Может здесь ключ есть Какой-то мужчина лежит Я бы не сказал Что это братская могила Он правильно назвал Слотта хаус Спасибо Не сейчас И сет решил обновиться Че мне делать С этим сундуком Че подсказал Ключа Не видно Такое ощущение Что мужчина Просто в текстуру Впаялся И стал плоским Ключа нет А билок Взлама Нет Выломать сундук Он не может Замок Смириться И прийти позже КТ Ключ будет Почему на компасе Ключевая точка Показана Яндекса Хороший вопрос Ну Хоть не гугла А то гуголь Уже все захватил Так я куда-то иду Видимо все-таки Чуть такое Убежище Какой полуоткрытый мир Да А это вот это вот Текстуры Двери такие Я просто не пойму В игре стилизованная графика Или все-таки Претендующая На реализм Но судя по вот этому Вот Видимо стилизованная Да Типа какая-то такая Знаете Грязная рисовка Такая грубая В конце игры Дадут ключ Ты вспомнишь Что он зато Судуга Нет Я не вспомню Я буду возвращаться К этому сундуку Каждые Полчаса И пытаться Открыть город Тебе Нуждается Человек Вовремя получивший Медицинскую помощь Туда самое Сердце эпидемии Требуются волонтеры Понятненько Понимаете да Что там За окном Просто Плоская текстура Вторая И вот она Короче Туда-сюда Елозит И все Никаких внутренностей Дома не просматривается Почему Пол дома Блестит Пол дома Не блестит Может потому что Она под навесом Типа не намокла Ложно Так Винт Масла Я конечно Не графодрочер Но не могу Не обращать Внимание На Прям скажем Небрежное Отношение К визуальному Ряду Да Хватит Мне уже Док показывать Я понял Все равно Мы ничего делать Не можем Ведь люди Может быть днем Ну хотя мы днем Не можем же ходить По улицам Вомпер У нас начнет Плющить Таращить Как ты будешь Проходить всех Убивать или нет Я вообще не знаю Пока Бежищ Я даже не уверен Буду ли я проходить Если честно Пока Не сказать Что прямо Игра поражает Мое воображение Покопаемся В мусорном баке Мое любимое занятие Ванамаз Не ванамаз Но Блин Ты сама по себе Темная Как бы Некоторые моменты Прям сильно Режет глаз А тут уже Вроде как Дом Куда можно Зайти Только Нельзя Потому что Заперто Мы же Вампир Который Телепортируется И Кидает Копье из крови Из рук Но не умеет Вскрыть дверь Я не могу Я не могу Прыжить Я не могу Прыжить Походу Достигли Границы Какой-то Территории Нынче Доступной Нам Прыгать Мы кстати Тоже не умеем У меня нет Кнопки прыжка Францис Волтерс Что-то там Допустим Ну текстура Кстати да В окне По-моему Одна и та же На все Дома Которые Нельзя Заходить Я так Полагаю Ну тут В принципе Эксплоринг Как-то Более-менее Оправдывается Потому что Сундуки находишь Со всяким Хламом Но не везде It's locked All right Locked All right Да Нас сюда Теперь не выпускает Этими решетками Загрели Как мы интересно Будем Общаться с населением Но это скоро Видимо будет ясно После того как Мы про локт Пройдем И уже Выйдем В более-менее Так сказать Свободную игру Но Сундук Алюминиевый порошок Алюминиевый осколок Потрясающий лут Вызывает Желание Его Собирать Сейчас бы Вампиру Крафтить Всякие Девайсы Keep out Убежище Вы нашли Новое убежище Здесь можно Отдохнуть Потратить Понятно И Крафтить Какой-то Ребенок Плачет Пополнить Все Ясно У нас Бесконечные Патроны Подожди Тогда Я могу Стрелять Нет Точнее Я не могу Ничего Делать О Крафт Лечение Изготовление Предметов На рабочих Салах Можно создавать Лекарства Сыворотки Для улучшения Неспособностей Здесь Дали Для улучшения Оружия Средства От Преутомления Это Средство Поможет Улечить Больного Гражданина В ходе Диалога Окей Средства От Анемии Средства Поможет Улечить Больного Гражданина Сепсис Понятно Интересно Можно Переработать Ну Че Тартат Тартат Железа Из Бутылки И алкоголя Я думал Из нее Можно Антисептик Сделать Винт Масло Ладно Пока Ничего Не будем Делать Страшного Что у нас По Способности Хотя у меня Наверное Нет Сейчас Очков Опыта Чтобы что-то Прокачать Слабости Вампира У всех Персонажей В играх Есть особые Органы Для хранения Предметов Лучше Об этом Не думать Где они Их Прячут Насколько Глубоко Так Окей Давайте Попробуем Дальше Ванисто Он спрыгивать Может Вот наверх Че-то Опа Че-то Подожди Я там Только что Был Жемы Здесь Нет никого А Я понял Ведьмаси Чутье Ну Там Какой-то Человек Ничего себе Вечечная Жажда Сейчас Я тут Закончу Осматривать Райончик На предмет Ништяков Я Правда Уже Заблудился По-моему Три Раза Хожу Кругами А вот тут Я никак не могу Прыгнуть Наверное Только В особо Заскриптованных Местах Жаль А вот тут На другую сторону Так хобана Нет Нет так нет Так здесь Я по-моему Был Да Я здесь Сундук Какой-то Залутал Да Пойдем С НПЦ Короче Пообщаемся Ладно Я устал Я очень Не устал И вампир Блин Я заблудился Так Тут Я уже Стучался По-моему Ок Мне нужно Ведьма Чищить ее Сами Причем Какой-то силуэт Отображаюсь Просто Это можно Открыть Нет Жаль Автомобильчики Такие смешные Что у них С колесами Колеса От телек Что-ли Понасставляли Я конечно Не знаю Насколько Это Аутентично Может Так Оно И было Ладно Здравствуйте Опа Неизвестно 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 Здравствуйте Неизвестно Че Какую-то Черепаху Говорит При добро Пожаловать Так Долгая Почему Это будет Долгая Долгая Ты Неизвестно Ты Неизвестно 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 Понятненько Колесо диалога Что это за место? Березовая черепаха Окей Вы не боитесь Тут жить Побухать Цепочка от часов в кармашек идет Так, допустим Я смотрю на кого-то, кто может пройти здесь recently Я спрашиваю, что ты может помочь Да, три шаба, очевидно 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 Ты имеешь в виду, что он еще здесь? Ну, да Он платил всю неделю Сколько долго он был здесь? Он купил квартиру несколько дней назад И не сказал, когда он уйдет Кто это человек? Что он выглядит? Ну, я люблю мужчина, я думаю Че ты имеешь в виду, фанни-бизнес? Ты не смотришь, что у меня прическа такая? Я вот это вот Добрый вечер, сэр Я спрашивала, если я мог бы попросить вашу помощь Вау, ты выглядишь, как ты нужна пить Да Я извиняюсь за мою одежду Это было... Это было нормально Я спрашивала ночью, обещая любовь к этой красивой бутылке, видишь? Это важно, сэр Ты уверен, что никого не приехал здесь в последние несколько часов? Я не знаю, и я не волнуюсь Это свободное стране Люди все равно имеют право, чтобы приехать и идти, да? Угу Что происходит вокруг здесь? Это как, что все остальные спряты Ты должен быть новым здесь Ты не слышал о убийстве? Все, кто любит вернуться к вертикому Азору Кто это Азор? Это местный пухгаланский Вопрос в том, что случилось в годы Ты украл кого-то и не против к вертикому Азору Ты делаешь это звучит, как будто это творчество Люди всегда верят в монстров Это сложнее, чем принимать свою твёртвую Мы все можем быть монстрами Достал ли он пулю из груди, не знаю Раслаждаюсь со своей бутылкой Ну, может быть, это можно считать выходным отверстием, не знаю Возможно, он ее переварил Кто-то здесь только что курил Сказал бы, Шерлок Холпс, наверное Хватит мыть Ты в порядке? Есть какой-то способ, я могу тебе помогать? Я не знаю, может быть, ты просто можешь поговорить с мной Может быть, ты любишь поговорить с Томом, а он более согласен, поговорить с людьми Что это место? Это Томс Бар Город Брюс, который был в Крыму, который был в Крыму, который был в Крыму Ну, возможно, они думают, что он набухался Ты всегда открыт в этой вечерней ночи? Нет, это только после эпидемии началась Томс думал, что люди могут нуждаться в безопасном месте, чтобы остаться Ты не понимаешь, что у нас нет денег? Где все? Ну, большинство людей спустят сейчас И те, кто встал, могут избежать выходить Что с убийцами и все Что с убийцами и все? Что с убийцами? Что происходит здесь? Где все? Встал в крови, отжимая кровь, это просто ужасно Некоторые говорят, что птица снова Птица птица? Что это? Никто не знает Люди всегда взорвались вокруг этих мест Городцы говорят, что птица птица пришла, чтобы выгодить Но сейчас он убивает в улицах Мне вот все смущает в подобного рода сюжетах Что персонажи как будто никогда не слышали о вампирах Они такие Ой, обескровленный труп Мы даже не знаем и не догадываемся, кто мог бы это сделать Я сейчас понимаю, что вампиры это миф, сказка, легенда Но все же знают эти сказки и легенды Ладно Что вы слышали об эпидемии? Это испанцовая птица Да, я убил так много в прошлом году Я думала, что мы увидели последнего Десять, которые умерли в каждую неделю Управления не делают ничего? Ничего Есть так много зоны в Лондоне сейчас Это очень тяжело путешествовать в городе Я просто хочу поговорить Я не хотела, чтобы не спорить тебя Я не боюсь, сэр Это только у других клиентов, которые занимаются Я не вижу одного клиента О, ну да, конечно Я имею в виду Я лучше проверить их Я оставлю их Спасибо То есть посмотрел на вот эту вот Мою рубашку, залитую кровью И сразу все Не хочет разговаривать Женщины Да, ничего, что я тут шарюсь Ты не против? Вообще плевать Зашел какой-то мужик кровавый В предбанник Ну, красить все равно ничего нельзя Хотя, зачем мне что-то красить? Так, ну нам, очевидно, надо будет пойти наверх Поговорить с этим неизвестным товарищем Подышу свежим лондонским воздухом Слушайте, я не могу вот так вот взять, короче, и напасть на кого-нибудь и сожрать Нет Увы и ах Это вам не Vampire the Masquerade Там, конечно, это нарушение маскарада, но Вышленное Опа, улетело Кто-то, 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 кто-то Словно, Vampire Кто-то, кто-то, кто-то Я имею в виду, что ты не знаешь Словно, что-то, 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 что-то Позвольте себя Я... Я потребую Словно Кто-то Ну, это что-то, что я могу сделать для тебя У него вообще губы шевелятся? Неизвестно подробно Количество крови Шесть тысяч Подсказка заблокирована Социальный слой Но он, видимо, врач, судя по его одежде, да? Доктор... А, ну тут написано Декдер Доктор Эдгер Свонси Здоровый горожанин Шесть Это, видимо, требуется силы гипноза шесть Чтобы я мог его загипнотизировать Качество крови во многом зависит от здоровья человека Из числа подсказок о днем, которые вы собрали Окей То есть нужно побольше узнать о человеке А потом его сожрать Чтобы побольше вытащить из него опыта Окей Что такое? О, наконец-то хоть какой-то выбор Я не уверен, что я знаю больше Как грубо Как грубо Как тебе Жертву Этого не может быть Помогите мне! Неееееее Так Чё? Ничего нового не узнали Хорошо Такое имя Он так спокойно разговаривает вообще Я бы хотя бы спросил о вампирах Если ты ничего о них не знаешь Хотя, может, и надо было Врет, падла Если что-то мне скажет, что не поверить вам То есть чувство Муту И что именно эта братство? Сэр, если имя не знакома тебе, то мы поговорим в другую очередь Окей Давайте просить, помогите! Тогда помогите мне найти преступника Если я могу Если ты сначала расскажешь мне, почему ты открыл эту дверь Я следил на трейл Сцена крови от последнего преступления Это меня привезла сюда Ты думал, что я был вашим агрессором? Это объясняет огромное дело Мы обоих проживляем другого шага Да, нет, я не уверен Тут не хватает еще кнопочки сарказм Допустим, да Шага, действительно Но я слышал его голос в голове Там был момент, когда я вернулся, что я встал Ты должен позволить мне обеспечить эту дверь Ты не понимаешь, что ты против Нет Я узнаю монстра Он у меня Как ты сделаешь лучше, чем я? Но тогда, дай мне спросить это Какие ваши мечты, если вы найдете убийца? Думаешь, надо вкачать чувство юмора? Ну, социальных же скиллов нет Так, ничего мы про него не узнали Я его прикончу Я не знаю Он требует заседания и накрасит мне губы Я в последний раз Я в последний раз Буду ответить на мои вопросы Хм Тогда я только желаю тебе хорошего губа И надеюсь, мы снова встретимся Окей Диалог просто потрясающий Что? Что? Эд Я уверен, что мы снова встретимся Пожалуйста, оставь меня alone Этот Оооооооо Твою мать Хе 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 Подошел обокрал Двери мы тоже еще трогать не можем, да? Ах Что за мужик? Я вот не понял Мужик сюда въехал на неделю Тут внезапно оказался стол Какие-то кабинеты для бумаг Портрет бородатого мужика То есть какой-то кабинет, прям рабочий Я не очень понимаю Стол он с собой привез? Или здесь в каждом номере есть по такому столу? Подозрительный какой-то мужик Кто там разговаривает? Если Суанзи не мой атака, то это значит, что кто-то другой пришел сегодня Кто-то должен знать что-нибудь Сыр, могу я помочь тебе? У меня несколько вопросов для тебя Ну, если ты должен Как все было, на самом деле? Что? Че я спрашиваю-то вообще? Я говорил с доктором Суанзи Он не тот человек, который я смотрю Теперь я хочу правду Правду? Что ты имеешь в виду? Я надеюсь, что кто-то другой был сегодня И я не думаю, что Том хочет рассказать мне об этом Как я ее перекосила Если Том скажет, что ты единственная посещающая, то ты единственная посещающая Я чувствую твою страх, мадам Пожалуйста, скажи мне, что происходит А то укушу Мадам 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 Его глаза Его глаза Его ли Мадам Он, наверное, не считал что-то ужасное Он кричал и дышал И плачал Это было ужасно Скажи мне об этом, William Bishop Вилл был солдат, который работал в Канн-факторе, раньше он потерял работу. Очень хорошая пара, правда. Он никогда не был виноват, до сегодняшнего дня. Почему оставь это секрет? Почему не рассказать мне об этом? Том не был ничего, если не loyal. После того, как Вилл потерял его работу, он предложил ему одну ear. Они были хорошими мастерами. Но сейчас, Вилл... Вилл начался очень агрессивный. Понятно. Спасибо за вашу кандерку. Я уверен, поговорю с Томом. Сабрина Квиндиш. Че? А, это слой, типа, кто с ним по соседству, что ли? Том и Вильям Бишоп некогда были друзьями. Об этом мы ничего не знаем. Интересно, к чему все это механика приведет в итоге. Дайсон Делли... Это кто такой? А, я с ним... Он бухой, я с ним разговаривал. Переутомление 30% на ухудшение качества крови. Да, протезвеет нормально. Хотя, этот не протезвеет. Так... Сабрина Квиндиш... Том... А про Уилла этого мы ничего не узнаем. Окей... Говори, говорю. Очень интересный затылок. Я оставлю тебе к вашей ботею. Переутомление. G спрятать. Ага. Информация. Прикольно. Можно сразу посмотреть, что звучало. Не, на самом деле, то, что здесь у всех NPC своя история, свои там друзья и так далее, социальные связи, это очень прикольно. Вопрос в том, насколько это, конечно, интересно сделано. И жаль, сохранятся они. Да, это все NPC. Все NPC в игре. Три. Ну, в данном конкретном баре это все. Сохраняться нельзя. Вот еще меня беспокоит. Добро пожаловать. Я не смогу найти, что ты делаешь. Я не могу сказать, что у меня есть. Ты уверен, что никто еще не пришел в твою бару, до того, как я приехал? Эх! Я сказал тебе, что ты только у меня был устрей, который я видел. Но ты же не о... Стрейнджере, мне должен сказать. О местном. Подсказки о горожанах. Вы можете заставить горожане на поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка, синяя строка. Ну, то есть проверок на социальные навыки не будет. Здесь только вот, короче, нужно подсказки искать. Том, говори мне о встрече от твоего старого парня Уильяма. Да, Уилл пришел сегодня. Но он еще не мой парень. Зачем вы солгали? Зачем вы солгали? Почему вы солгали мне, если он не твой парень? Я не солгал. Я сказал, что ты был мой единственный неизвестный клиент, и это правда. Строчка будет прокручиваться. Ну, может быть, их здесь поменьше. Я думаю, что в порту самое маленькое количество людей. Столб. Какой-то столб тут есть, видимо, вокруг которого все вращается, да. Кстати, иконки-то здесь уже, в принципе, как бы сказать, именные. То есть там изображены те люди, которых мы встретим. Просто они вопросиком так вежливо прикрыты. А где этот доктор? Почему он сюда не попал? Непонятно. Кто он такой? Уильям? Просто старый сейлер, который очень любит его джин. Он работал за годы в Каннин-факторе, пока он закрылся. Он опасный? Да. Как и многих драконов, он все бахнет и не бахнет. Он почти не может стоять на все время. Укусил какой-то высший вампир местный. И он просто стал неуправляем. Как он сегодня был? Он был другой? Он был необычный. Может быть. Он ввенил и мумблил о том, как милые люди были для него. И как мы хотим поговорить со мной в外面. И когда он уехал, когда я не прекратил. Окей. Я хочу его найти. Это вопрос о безопасности. Ты знаешь, где он находится? Ты можешь попробовать его бот. Он находится на Норф Пире. Он спит там, когда он слишком слабый, чтобы домой. Пожалуйста, подскажите мне его. Что вы ожидаете? Он большой, сиклый, сиклый, с плохой, разочной и тушкой. Вильям был сильный. Теперь он уехал. Спасибо, Том. Если ты его видишь, скажи ему, что я не хочу обратиться здесь, если он уехал свои действия, хорошо? Старый, здоровый, в лишаях. Я понял. Выглядит как говно, видимо, да? Опять какая-то? Поставил метку? Случайно, что ли? Подожди, или что это? Не, ну это я поставил. Только случайно. Так. Выследить убийцу, смотреть лодки. И это наше первое расследование, мистер Холмс. Давайте же не провалим его. Состояние района стабильное. Я не понял. Кто? Откуда опять метки? Я же их не ставил здесь. Что за бред? Что пишут? Я буду добровольцев на оружие и завод. Британцы действуют заодно. Опытные инженеры и рабочие записывайтесь с добровольцами на оружие и завод. Фронту нужны ваши боеприпасы и жалования достойны. Оставайте конвейер и побегите с солдатом на передовой. Конечно. Так. Пойдем, отомстим всем. Е, чтобы развить навыки. Е? Е, в смысле, какое Е? Ой. Неважно. Так. Персонаж. Ну, нам нужно, наверное, попасть живы-то. Убежище, чтобы навыки развивать, да? Так у нас мало. Да, опять метка какая-то поставила. Что за дичь? Откуда они здесь? Магия какая-то. Смотреть лодки. Так. Тут спит коробка. Она нам не нужна. Тут тоже какие-то коробки и бочки. Мужик. Так, так, так. Э-э-э. Ты же, он застрелился, что ли? А, это не он. Блод и empty gin bottles. Этот бисшоп-фелец – это что-то, что-то, что-то. Но мы, типа, про это и узнали, они. Что это? Какая-то нота. Что пишут? Приказы Стражей Привина. 30 октября от Дже Маккаллума. Кому патрульный в доках. Тема. Множество погибших в районах доков. Мы полагаем, что там действуют опасные кровососы. Найдите эту тварь. Легитируйте ее, это побыстрее. Внимание, судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен. Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей. Но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то действует бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда. Сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. Такое у них значок, да. Метку я сам поставил, да? Случайно. Как определил? Отойти. У нас же есть лодка, Ватсон. Нет, мы будем использовать обилку у блинка. Нет, не будем. Давай, не, ну тут я, в принципе, уже более-менее все осмотрел, не хочу возвращаться. Давайте уж. Телепортация. Оп, easy. Так, тут у нас кровяка. Интересно, а если мы наткнемся на него, он нас ужатает или мы его ужатаем? Вот в чем вопрос. Уважаем? Опа. Там, тут стоит. Ну, это, похоже, охотники на вампиров. Я не могу как-нибудь, я не знаю, в стелсе, шкериться там, потихонечку двигаться. Скрытная атака вне боя, беззвучно за врагом. А беззвучно это как? Еш! Подружиться мы с ними вряд ли подружимся, да? Так. На помощь. Не выдержал, у него сиськи трясутся. Опа, еще один там. Та-та-там. Володно, говорит. Вумпиры шастают, бешеные. Ну, он сундук хотел залутать, вот падла. Тамай сундук. Оружие дальнего боя. Нажмите, чтобы применить оружие дальнего боя. Снаружи наносит обычный урон при... При урушении. Подожди, на... Ты говоришь, нажми левую, правую кнопку, но на нее забинден кол. Пусть пока там разговаривают. Я пойму, что вообще как это работает. Так, он у меня вправо... А, подожди. Давайте мы... Пистоли отсюда в пиньюрим. И че? Как поменять оружие-то? Ясно. Идем в настройки. Тряска клавиш. 1, 2, 3, 4. Расходный предмет. Следующее оружие. Кошмар. И управление. Может быть, мы на колечко-вышке хотя бы прилабунем это? А, не работает, прикиньте. Ладно. Я не хотел стрелять, если честно. Я, собственно говоря, не хотел стрелять. Вообще, зачем треки патрона? Он же вампир чует кровь, вот и определил. Чего определил? Что, кровь кончилась? Наверно. Так, мужчина в противогазе. Валер! Я уже думал, он меня так и не заметит. Долго соображал, конечно. Огнеметчик сраный. Или что там у него было? Свинцовая паста. А, пластина. Свинцовая паста, окей. Зубная, видимо. Так, что у нас тут есть в этом гараже? Замечательно. Опа. Денежки! Деньги бери. Бери деньги. Наверняка что-то полезное. Мне просто кажется, что патроны на пистолет лучше поэкономить на каких-нибудь более опасных противников, с которыми будет сложно в мили сражаться, пока не особо испытываю каких-то проблем с убиением. Досье врага. Жмите В, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Боец и стражей Привина. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с четырьмя видами урона. Физический и дальний бой. Магическая, кровь, тень. Оранжевый свет означает среднюю устойчивость. Красный означает высокую устойчивость. У него этого стрелять бесполезно. У него бронежилет там что-то. Так, стрелять, короче, бесполезно. Та ты шо? Лови! Эш! Бичи, короче, какие-то. Нет. Можно здесь вообще настроить сложность? Нет, нельзя. Окей. Как-то слишком просто. Шилинги. У тебя что-нибудь есть? Нет, это бомж. Ну, немного запаздывает звук. Да? Не знаю. Сейчас узнаем. Наверное. Так, подожди. А этот сундук я уже залутал? же так ок кровища темная ночь только люди сопротивляются выстрелам бронежилет я так смотрю уже в этом век веке изобрели в этом году точнее кадет стражи привина и стрелок будем значит резать как свиней ой мужчина стоит там не похваляются чем-то стелс пряж читаю даже никто не услышал нормально ради звук читает сожгли всех сущего всех сожгли что были все вампиры непонятно что не кстати убили этого вампиры уже папа чумодан старая лупара имал лупит которая че ты за дичьющий залу пара оружие дальнего боя 160 урона тигеть это дробовик старый дробовик назвать у меня есть ли не патрон есть парочка может шахнуть по кому-нибудь я попал так попал он стреляет меня мама не попал я тебя съем съем говорю ом-ном-ном на сражение пока что конечно такси такси так пистолеру возьмем между 2 кола и 2 кола как правильно противопулевые жилеты скрытого ношения собранные стальных пластин появились к началу 1890 годов понятненько видимо они их и носят да против вампиров такое себе кто-то тут отдыхает новые методы новая тактика новый коллекционный предмет кое-кто из наших соратников считает что наше главное преимущество в борьбе с кровосовцами заключается в том что они не могут выходить на улицу днем поэтому может уничтожать их логово когда они спят такая ошибка характера для новичков во первых потому что вампиры умны и пользуются множеством уловок чтобы избить нас со следа во вторых потому что их убежища наполнили смерть тельно опасными ловушками для истребления кровососов в их убежищах понадобилось бы слишком много людей времени лучше всего выслеживать и уничтожать вампиров когда они на самом деле уязвимы ночью когда они охотятся в это время гораздо легче заметить их и атаковать вот почему стражи привина должны измениться и применять новую тактику с использованием небольших мобильных патрулей новинок техники и современную средств связи мы можем многое почерпнуть из опыта войны во франции новую стратегию методы использования нового снаряжения и оружия гранаты белый фосфор ультрафиолетовый свет бронежилеты и огнеметы стражам пора перейти в двадцатый век новая война джеффри маккалум лидер стражи привина какой моднявый парень тем норм помните в соседской риде были трупы которые моргали было смешно наверное ок короче тут всех спалили но еще непонятно видимо дальше идти мне бы интересно было бы заглянуть в логово местного вампира узнать что там за смертельно опасные ловушки патрон спасибо я положу в тебя патрон не выставить поможет он так от этого парня мы не доберемся никак стелс конечно мне здесь нравится в развалочку подходишь слышишь ты тебя арбалет горит а не знаю зачем его ем меня так полная кровище плюс 5 опыта дает всего лишь за убийство да маленько русским кино иногда трупы моргают и дыши на лучше об этом не думать вообще и кстати так и не посмотрела новые обзоры бед комедиана который на два часа мы просто не решаемся такое длинное смотреть то тут иногда 45 минут то не выдержишь а там же целые два часа крысы и убежище я не понял что там про крысы и убежище можешь мне чай так тут наше убежище и тут крыс и убежище и крысы keep out боже что он так моргает так тут какой-то мужчина прилег там его выбросим из убежище надеюсь чем тут лежит часть обычной рукоять хочу скрафтить чё-нибудь пополнить все о чем пополнили в итоге скажите пожалуйста по патронам у меня есть где-то патроны боеприпасы картечь патрон один из восьми почему из восьми один только патрон почему мы не пополняем ничего а ну пополняйся спать и качаться мужик уходи что я могу сделать давайте посмотрим изготовление предметов достаточно материала для улучшения оружия хорошо я не хочу ничего улучшать если честно могу улучшить кол сейчас будем кол на голове тисать деревянная палка мне кажется точить эту дичь но тратить бессмысленно крафтовые запчасти зачем ножик можно конечно качнуть но опять же и общение заметил чтобы меня хоть немножко были проблемы с уничтожением здесь врагов давайте пока не будем торопиться жизнь отдыхать там не нужно никого же выслеживать до организм плюс 50 здоровьем стойкость запас крови дикая жажда увеличит объем крови поглощаем при укусе укус повышает урон от укусов в бою куча пастилок всяких а тут надо 2000 умном-ном-ном-ном-ном но я думаю что качать здоровье в любой игре это один из топовых скажем так 100 одна из топовых стратегий выживания здоровье выносливость все это как пить дать пригодится нет а спать ману чтобы взять патроны из тайника их нужно было сперва положить мне нет опции положить туда патрона не стоп что только взять оттуда патрона это не работает держитесь плотнее чтобы присматривать ой кто там держится позже они за респавнились что ли серьезно эти гниды тут больше не появится потрясающе смотря не серьезно заспавались заново я могу лутать бесконечно да получается так алло гнида здесь появилась как он такой вариант я устал подожди малька они научились бить ломать я чё загорелся что ли аж пробьешь дебил стреляет он впрочем тоже хер пойми куда он доджить может я не в костер полетел да мне так и показалось смотри-ка иногда могут даже надамажить тут прям без наведения довольно тяжело попадать по противникам так всех ушатал нет как они еще в димане не обращает что их блин друзей тут убивают просто безбожно было бы странно если бы вампир божно убивал ну а вдруг здравствуйте смысле не подходи говорит ближе ты шо дурак я тебя убить вообще-то пришел не подходи говорит ближе ок как скажете ладно пойдем по следу убийцы а то он не успел убежать наверное пока я спал на кроватке а а вот канинг факторе это видимо консервный зловод который мы в общем-то фига смотри распотрошили тут всех свинцовый пруд из него вытащил там кто-то разговаривает видимо тот которого мы пришли убивать ну или по крайней мере мы пытаемся о подожди информейшн это он и есть видимо и там двое человек стоит я не очень понимаю о боже только не это увидим во имя бога остановись топор или чуть старая коса старая коса лучше мачета или хуже так двуручное оружие чтобы задействовать особое свойство двуручного оружия выберите нажмите правую кнопку пример косой можно отразить удар если сделать это вовремя то нанесете врагу большой урон и оглушите его зачем мне так вроде было норм дать попробуем ради интереса такая дура крючка это касает очень непонятная хрень на палке железная хрень на палке что-то в этой игре способности скучные но я пока особо способность это не открыл ни хера себе у него тут консервный заводик я смотрю он владу цепише подражал и писька не подбирается денежка уйти а нас а а миталтоно получи а а подожди о и шибу о прям босс файт не прям выносливость конечно расходуется на атаки шипипец рэш закрылся такой я же заблокировал типа не нищета рэш а у это было не честно с твоей стороны абра-кадабра старая палец крутится вертится оружие ближнего боя так подожди подожди мужчина это вот этого мы искали а чё то он клебами оброс да он умер уже алло ты чё с кем ты там разговариваешь он наверное не в себе у меня хп мало обидно приятное место реально наследник влада цепиша он же дракуля любитель сажать людей на колья свинцовый пруд можно здесь крафтить супер мега меч какой нибудь здесь видимо он его грызнул уже да так могу наверх нет не могу да он умер уже успокойся у крест а у 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 с у у у у у у Я... Я доктор. Ты страдаешь от шок. Я должен вернуться к моему душе. Они страдают без меня. Помните, что определенные скаллы все равно как мы. Кто ты? Что ты имеешь в виду скалла? Ты действительно новая жизнь. Я должен был понять... Подождите. Ты... ты женщина из бара. Ты... как мне? Можешь мне помочь? Я верю, сэр. Я уже есть. Слуха. Че? Интересный метод управления лодкой. Продолжение следует. Этот человек требует медицинского внимания. Мы увидим, что он прибегает к ближайшему хоспиталу. Нет! Пожалуйста, я почти на мою беду. Моя беда нужна... Плэрса, пойдем с хорошим доктором Сванзеем. Он зарплатный, и я уверен, что он тебе поднимет. Лучше придет. Солнце скоро выйдет, и ты нуждешься к себе. Я просто нужна момента. Если я могу узнать, что случилось с Вильямом, я пойму, что мне произошло. Ну, в целом, конечно, сложно пока судить об игре окончательно. Вроде, с одной стороны, интересно, и что новенькое. С другой стороны, все так очень, я бы сказал, топорно сделано. Образец крови. Че мне с ним делать? Угу. Мне нужна лаборатория. Мне нужна бед пещера. Так, и все. Подняться на борт корабля. Сразу не мог это сделать. Я не могу прыгать наверх. Телепортироваться. Обидно. Ну, тут, конечно, свечей понастояло. Ой-ой-ой. По-своему тут его злобный, грязный храм. Оскверненное святилище, так сказать. Оскверненное святие. Это лаборатория. Возвращаемся через пещеры. До скорых конца. Они уставили бед для храма, му-ой-ой. Возвращаемся. Возвращаемся. Продолжение следует... 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 предлагается с и властью мать камнилс и стопы стерили киеве ас доставлю вас стекать кровью юс пряжеливый со мной клей кокс ладно будем хорошим врачом Я же все-таки врач, я давал клятву Гиппократа. Дай мне помогать вам в этом лучшем месте. У меня рука дымится. Тени, идите по красному следу, чтобы завести жертву во тьму. И че, где здесь тень? Что? А если я не хочу заводить жертву во тьму? Че, я же его спасти хотел, не? А, ну можно, в принципе, солгать. Это я добрый доктор Эболит. У него печенка болит. Мы тебя спасем, починим и зашьем. Здрасте. А он привел нового пациента. А им похер вообще. Похоже, варианта-то у меня нет. Видимо, в этом обучении я должен вести его по красному пути смерти. Давайте его в реку кинем. Иди! Сын мой! Уходи в воду! Ибо прощаю я тебя! И должен крестить, как Иоанн! Или нет? Такое поет, что-то там. Нам-ном! Нам-ном-ном! Долго мы с ним ходить будем, интересно, если я не пойду по этому красному пути. Так, дальше не пускает, я понял. Заведу тебя в уголок, чтобы никто не в уголок. Искушение крови, нажмите левую кнопку, чтобы объять клей кокса, или пробелы, чтобы отпустить его. Объяв его, вы получите много единиц опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожанах, чем больше собираете связанных с ними подсказок, тем больше получен опыт. Чем-то мой персонаж напоминает Николаса Кейджа, вы знаете ли. Доро, дой, дойд, 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 дойд! Оно больше! Не сегодня, не так же. Я не возьму другую жизнь. еще куда он пошел ясно я горит умираю мне открыли ножом полежу тут тем норм уже им я думаю в больницу должен доставить на нет доставьте меня больницу так смысле а мужичка это спасти можно не уж порезали ему неприятно наверное без понять ясно ну короче я пошел своем пафосном пальтишки дальше а ты умирай да ладно я думаю опыт мы наберем и другим способом не думаю что это прям критично для прохождения это у них тут больница такая видимо у них кровать переполнена ты чё быкуешь медсестра я тут почти то лутаюсь стеклянная пробирка мрачника тут у вас не вспомнилось том клэнс из division почему-то оставь меня старушка я в печали не как старого игрока в шутере тянет забрать эту аптечку мне кажется она бы мне пригодилась тут еще есть инфлюэнса часто сопровождается пневмонией чтобы предательство состояния не входите на улицу вообще никогда не выходите сидит дома и умирайте с голоду тут что скажу больше за нога а что инвестировать это вот и фонсом атаки где в саду то чуть я не понимаю как мы в больнице хорошо полезно знать тут у нас летающие лошадь не знаю к чему это так кучерыгу достать мне кстати довольно больно не бы кого-нибудь сожрать но этого чувака я отпустил тут у нас понимаю мигающий свет означает убежище она решили закрыться сегодня работает походу да так ой то тебе че надо их кончить одожди ты ничего не видишь ты ничего не слышишь и аж о 11 уровня нихерасе ты что долго тупил а блин а че так а у меня выносливо скончился я понял неприятно пацаны то какие то толстые я щас огребу тут а ты постой пока подумай о своем поведении ау а дожди аж так то можно кончать ой не попал ах ты тварь он жжется у меня подожди я ж могу похилиться как то так отходил со спины теперь на адама адеус и секс пошел да из да у секса похоже на адама дженсона так я мужичков какие-то укула шматила 11 уровня видимо тут еще без разницы так хочу лежат господайте дверь по-прежнему закрыта или по-прежнему закрыта понял вас короче мне мачете нравится больше потому что я могу глушить при помощи кола с правой руки слева точнее ах ты можешь ты мой яс так все закрыто никуда не пройти ничего не сделать все навозят ломай все правда нифига не выпадает из этих всех предметов ни из бочек ни из ящиков так это мужчина лежит мертвый трупы я смотрю уже даже пересобирать перестали я ужас летящий на крыльях ночи да ты никуда не можешь зайти бесполезный тип человек вампир хинин окей как скажете хинин так хинин на просто бочки ломаю потому что могу что-то наконец-то можно подобрать даже солицин смотрите как я умею заглядывать внутрь разучился кажется ну и ладно все равно там ничего интересного не было я уверен тоже закрыто все вообще даже не юзабельно я могу телепортироваться интересно куда это за шиллингами хорошо все что есть пять шиллингов им просто таким образом перебрались на другую сторону реки сторону о любимая пошарится в баке с мусором откройся ох вот я зашел в порт а это я вернул сюда получается то место где был изначально понял давайте возвращаться туда так мы прыгать можем со стороны на сторону реки так в определенных местах получается да похоже да очень специфических видимо специально для этого предназначенных чего все бочки пустые ой ой это скальдить по да даже я чё ёпта ну я с меня эш я думал может понял да задолбало блин тут чего не люблю выиграть скрипты тупые полезно вообще прикинь это говно меня ушатала бомж какой-то дебильновато конечно дебильновато вас уничтожили понятненько полезно знать и чё куда меня загрузить доставьте меня в больницу все еще так чё кого те я воскрес чтобы обрести еще раз по возможности меня не устраивает блин эти проще хер знает где был где не был так оттуда мы приплыли пойдем посмотрим еще раз обнязова придется вот это сюда заново же придется этих бичей на убивать или нет да твою мать весело шо пипец ам-нам-ам-ам-ам-ам-ам-ам так ты теперь облезь тебя фига он толстый в плане подожди твою мать так внезапно заканчивается выносливость что я никогда к этому не готов внимательно следить за полоской одида с три полоски уходим вау навонял чем-то чё don't like this я даже не понял что ты сделал чувак до сих пор непонятно почему он не стреляет по мне а у него с каждым разом смотрите все больше и больше становится выносливости типа одну и ту же жертву особо много не поешь иди уже по квесту ну а смысл скучно же мне интересно смогу ли я ушатать этого чувака а там еще кто-то бродит ладно пойдем по квест пёс с ним я думаю успеется еще по улицам пошариться тут какие-то высокоуровневые мопцы ходят и от 4 они аж 11 интересно к чему бы это так а нам как квест добавили то что мы нет ничего не добавили обойти этот сад убить всех вообще никого нет я зашел в больницу с черного хода похоже сейчас пойду ой и помочь эш хотя он видимо сюда имелось ввиду нужно валить чтобы защищать этот сад так но мне сказали что они типа живучие я их не добиваю ой что у меня произошло с моим плащом боже он мне застревал в жопе обидно мне показалось это блестит потому что можно залутать видимо нет видимо это просто дождь так я немножко не туда пришел куда собирался на самом деле надо было наверно в мили качаться особо не вижу смысла от рейнджа в этой игре так тут тут что-то ничего нет зачем я сюда залез прокляйте боль вернулась беда закрыто закрыто куда я вышел к своим любимым ящиком с мусором походу да ну и вопли чё это за книжка просто так мешочек с мусором ммм мой любимый ок я зашел здрасте какой-то доктор доктор чернокожий а это он и есть так ты не видишь что ли доктор я был доктор ракеш чадана теперь я просто мистер чадана порнброкер и хумбл гардиан в этой морге что ты имеешь что ты был доктор была лицензия не ммм это просто что я хотел быть причинным я рулял маленький порншоп во время обучения но я был настоящим доктор я был адвентурист как ты так давайте спрашивать ё-моё ладно ты работаешь здесь alone? да очень простая все я должен смотреть несколько ситуация была очень отличная когда основная моргия была открыта почему тебе нужно смотреть потому что эти плохие не имеют им чтобы кто-то кто-то смотрит почему закрывать основная санитарно санитарно после начала эпидемии когда вы должны двигаться до очень санитарно ты боишься невозможно быть так все происходит санитарно ты же индус у вас так не совсем так все происходит интересно и довольно экзотик тоже большинство боятся или хотя бы уважают мертвые 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 Рассказка? Вашя сестра приехала уже несколько дней назад. И ты был встан, и она просыпала твоего тела. Она должна быть очень расслабленной. Очень, очень рада. Как я рада, как я рада. Так, значит, с ней можно торговать. А все, это мы уже сами просмотрели, но там нужна подсказка, чтобы еще какую-то разблокировать ветку диалога. Кто-то приходит сюда, чтобы торговать с тобой. Это очень нехигиенично, даже не безопасно. Дезаймы могут распространяться. Для клиентов, для хоспиталов. Я очень осознан, сэр. Я был доктором, помнишь? И все мои родители – хорошие люди. В факт, я думаю, что я только знаю хороших людей. Какой тип из хороших? С карантином не всегда легко купить вещи. Так что я торгую, я взаимодействую. Торгаш. Индусский торгаш. Взял, наорал на человек. Я думаю, что мы должны делать все, что мы можем, во время живых. Потому что время短い, и обстаканы не останутся. Я думаю, что вы не стоите на месте. Я думаю, что это не так. Не ошибаюсь. Я люблю жизнь, и я хочу жить долгое жизнь. Но все остальное должно прожить, сэр. Даже хорошие желания. Взял, вы действительно верите, что хорошие желания не будет уничтожить? Как я сказал, сэр. Все прожить. Ну что такое человечество? Так что вы готовы, чтобы уничтожить? Нет, я не. Я не боюсь смерти, потому что я не увидел. Что меня трудно, это болезнь, которую мою смерть инфликрует на тех, кто я знаю. Ты умный человек, мистер Чадан. Ты не должен быть умный человек. Но я не знаю, что так. Ну ладно. Необходимая подсказка. Нет подсказки. Тоже необходимая подсказка. Ладно. Задать лично. А, лично я уже ему задал. Так, что он продает? Попробуй мне, что ты должен продать. Конечно. Это просто тренки и курьи. Но я уверен, что они... Да хватит балзарить. Загадочный рецепт. Сложный рецепт написан на клочке бумаги. Нужно исследовать. О, опиум. Опиум для народа. Кадеин. Анальгетик? Подожди. Анальгетики же гораздо позже стали применять. Или я что-то не знаю. Купить. Продать. Могу ему часы, наверное, загнать, да? Ладно, пока мешочек мусора могу продать. Высокая цена при продаже. Любят мусор? Я не зря лажу по мусорным бакам, как оказывается. Это локт, alright. Ммм, да, печально. Так что, вот, вот это вот. Your city needs you. Замечательно. Почему-то их заперли. Этот город нуждается в тебе. Каждый человек, вовремя получивший медицинскую помощь, это удар... А, я уже спустил. Только это был порванный плакат. Вот конкретно этот целый. Так, я забрел не совсем туда, куда он. Опять я поставил, видимо, метку на карту, да? Каким-то макаром. Для этих жизней зависит от тебя. Требуются медсестры. Хорошо. Медсестры так медсестры. Опа. Этим, видимо, уже ничего не потребуется. Смятое письмо. Любовь моя, наконец-то мне удалось собрать деньги, которые водитель автомашины просит за доставку в больницу. Ни о чем не беспокойся и обо всем позабочусь. Просто выздоравливай. Соседи говорят, что этот мистер Хукс частный жулик. Он может попросить денег за койку, но зато тогда эта койка будет тебе это точно гарантирована. Надо было сразу ему заплатить. Теперь я понимаю, что самое главное это твое выздоровление. Говорят, что Пембрукская больница хорошее место, несмотря на то, что там работает этот Милтон Хукс. Теперь все в порядке, уверяю тебя. Скоро ты будешь лежать в чистой постели, а я приду тебя навестить. С любовью Николай. Николай. Милтон Хукс, короче. Мы узнали, что он, судя по всему, продает. А у нас тут... Вымогает, короче, деньги. Понятненько. А я просто тылю их с трупов, потому что могу. Кадеин. Не, у Хаоса же не Кадеин был. Вик-1 у него был. Кадеин действительно использовался как средство от кашля, но сейчас его, вообще-то говоря, запретили у нас. Ну и вообще, насколько я помню, наркоз, энергетики стали применять только во время Второй мировой войны примерно. Или даже после. Но это не точно. Госпиталь закрыт. В смысле, полон. Места нет. В связи с эпидемией и инфлюенцией, эта больница больше не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Так, ну ладно. Давайте уже с бабкой говорить. Такая анимация. Спасибо, наркоза. Что я могу сделать для тебя? Доктор Суанзи предупреждал, что мы вам дадим к вам спокойному офису. Ты найдешь его на втором этапе, с твоим именем на дворе. Спасибо. Нурция Крейн, не так? Да, Дороти Крейн. Добро пожаловать в Пембраке, доктор Рид. Твоя офис уже готова. Я бы хотел спросить пару вопросов, сначала. Я бы сказал вам руками, а можно тебе пару вопросов накинуть, не? Я так понимаю, что сожрать тут можно вообще всех. При желании. Раз тут все NPC, фактически, и вот с подсказками, вот это вот. Интересно. Может, мы всех сожрем, в конце концов. Кто такой доктор Суанзи? Какой человек доктор Суанзи? Ну, ты отчетил его работу. Я думала, что бы ты знал, что бы ты знал о твоем имплонее. Это правило, что доктор Суанзи знает много больше о мне, чем я о его. Ты сможешь узнать его скоро, и лучше, чем я. Административный, который может делать лучше, чем с нами. Продолжение. Я только что видел его только once. Это сутро. Я только что вернулся в Ингландию. Доктор Суанзи is a brilliant surgeon, and the most compassionate physician. А, это тот священник. How does he fair? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. I gave him a second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, nurse Craig. Good evening, sir. So, it is true. The famous Dr. Reed is wearing a mask, and I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippetts, yes, I remember. I was assisting professor Carell in his research about colonel bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. There was no choice. There was no choice. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It's not a choice. It's not a choice. What can you tell me about the staff in the hospital? It's not a choice. It's not a choice. It's not a choice. It's not a choice. In a situation of trouble, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. I don't know anything about the people who are loved. Nurse Branigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. I don't always agree with Dr. Swansea's reserve. But I must admit, he does everything he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes. The burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks. This is a place where I'm in the hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. You really need a gun through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know, and gang members, willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is alright? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. My name is Newton Hooks. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped from the hospital garden. But I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want. But be careful, doctor. I'd rather not be able to get away from you. This story was a good program from all ages, andakes. They're... Ship called... I was open for this. You would quickly contact the patient, patient speaking to him. You want to be by then ... He was able to move through the bathroom. хорошо, you've got to be away from the bathroom. ids... Probably lie about the저�ичек. No matter where you want to run, it'sOkay, right? I wanna put some or not Bridget yaa later. Good night, miss out the place. That's an airline. ... В этом районе. Это целый дизайн. Это даже опасно, чтобы уходить в какие-то улицы или здания. Даже локальные атакуются. Я бы хотел осознавать выбор. То есть он ганы и запчасти к ним продает практически, да? Так, интересно. Давайте дальше познакомиться с персоналом. В конце концов, я новый доктор. Я же должен познакомиться с людьми, с которыми мне предстоит работать. С вымогателями, например. Лекарства я украсть не могу, жаль. Хотя не сказать, что они мне нужны. Были прямо сейчас. Что у меня за голова нарисована? На компасе. Что она означает? О, тазик. Так, прилабунился к стенке. Ему норм. Покуривает, стоит. Так, кто он здесь? А, это. Это со странным именем, который я хрен запомню. Доктор Типпинс. Наверное. Ну, больше вроде никого нет. Ладно. Пойдем в больницу. Пошел, пошел. У тебя ноги сквозь плач проходят. Те нормально. Это место, кажется, для проведения моих исследований. Попробно. 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 Попробно, доктор. Я не думаю, что мы уже познакомились. Меня зовут Пипа Хаукинс. И я доктор Джонатан Рид. Доктор Суанзи мне недавно предложил позицию в этом хоспитале. Ну... Это юфемизм, что твоя помощь будет удовольствовать, доктор. Как вы описываете ситуацию в хоспитале Пембрика? Это серьезно. Попробно. 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 Мы выходим из всех. Вы должны принести себя в руку. Извините. Я запомнилась. Никто не знает, когда эта эпидемия закончится. Нурс Хаукинс. Спанский флю не продолжит долго. Даже «Блэк Плэга» не получила. Но что, если эта эпидемия была плохая? Что, если в конце никто не был лишен? Сколько лет ты был нурсом? Сколько лет, чтобы видеть, что эпидемия победит. И не важно, насколько квалифицирован ты, не скажи мне, что ты изменишь это. Прекратите жаловаться. Ты удивляешься, что дедикатия может достигнуть Нурсу Хаукинсу. В медицине, иногда, мы просто из-за того, что результатов мы не можем измерить. Извините, доктор. Как скажешь? Пипа и попа. Ну, не так хорошо. Милтон, амбуланс-драйвер, еще больше грампий, чем обычно. Особенно, в связи с докторами. Почему Милтон грампий на действенной базе? Это просто акт? Милтон не такой человек, который беспокоит с плохой репутацией. Если он это удерживает или нет. Так, что там за подсказочка? Милтона не важна репутация среди коллег. Он вымогатель. Подлец, подлец. Давайте его сожрем. Что он не так срочит? Хотя нет, он торговец. Я не знаю. Просто спроси ему. Но будь осторожен. Милтон не такой чатистый тип. До свидания, Насвитания. До свидания. Опа. Пассиенты. О боже, мне с каждым можно говорить, да? Ты мой сладкий парень, а с феврой? Добрый вечер. Я доктор Рида. Новый сурджант. И кто ты? Твой имя не имеет значения для меня, милтон. Ты ничего, но лук, взлетая по ветеранности. Я прошу тебя, извиняюсь. Что ты просишься, милтон? Моя клеменция? Ну, сегодня я буду вернуться к Мерси. Ты никогда не забудешь, когда ты встретила с Телмой Хаукрофтом. Ты всегда называешь меня милтоном. Почему это? И если я милтон, то ты что? Ну, доктор Рид. Если вы должны знать, то я милтон. И почему ты считаешь, что ты милтон? Что это значит, чтобы быть ванпиром? Я слышу, что мой тело скрыть изнутри, как моё кровь укрепляет и укрепляет. Я чувствую последний пульс пустулантного кровя в моих длинных веществах. Я нужна новая кровь. Кровь. Мне нужна кровь. Я вижу. Ты никогда не слышал о Котаре? Никогда. Это милтон, который обнаружил французский нейрологист, называемый Чул Котар. Эффективные пациенты укрепляют. Они верят, что они укрепляют. Они укрепляют. Они укрепляют. Они укрепляют. Они укрепляют. И в твоем случае, они укрепляют. Что ты говоришь? Ох, грустный и пуговый милтон. Ты... Я считаю, что ты должен быть здесь пациентом. Я не знаю, что это нужно. Это только тяга. Чтобы выкрепляют от моих длинных. Я могу оставить, когда я хочу. Как женщина, как Смирь, Смирь или Бат. Бат. Батмен. Батву-мин. Кто эти длинные, которые ты говоришь? Можете их описать? Я не могу сказать. Но я чувствую их глазами на меня. Я чувствую их, когда я вижу их, когда я посещаю их в доме. А где-то рядом с Морком. Которые здесь не твои враги. Они здесь, чтобы помогать тебе. Чтобы обеспечить тебя. Я не говорю о Докторе в белом. Я говорю о мужчинах и женщинах, которые меня укрепляют. Потому что я... Я вампир. Я вижу. Но не волнуйся. Эти длинные длинные не укрепляют тебя здесь. Я лично сделаю уверенность, что они оставят тебя в своем. Спасибо, мертвец. Но не обеспечивайся с ними. Потому что вы не обеспечиваете тех, кто меня укрепляет. Кто ты реально, мисс Халкрофт? Я имею в виду, а не от того, чтобы быть вампиром. Это не достаточно для тебя, мертвец? Что ты требуешь? М? Достатки моих сил? Я интересно узнать, кто ты был, перед тем, чтобы быть вампиром. Это было так долго, что я не помню. Скажи, годы неожиданной жизни могут иметь странные эффекты на одинаково. Ты видишь? Я оставлю тебя, мистерца тьмы, к твоей наутерной активности. Я укрепляю себя. Я укрепляю себя. Но больно продолжается. РПГ. Хотя, если все квесты будут заключаться в том, чтобы пойти в сад и убить всех, я, конечно, сильно сомневаюсь, что это будет прям очень интересно. Что это такое? Хера себе. Пилу стырил. Старая пила. Старая пила. Это тоже оружие, да? Часа пять. Часа пять. У них у всех примерно одинаковый урон, да? Ну, нож пока что среди всех, в принципе, более-менее самое адекватное оружие, потому что у него скорость высокая. Так, что пишет? Карта пациента Т. Элвуда. Томас Элвуд, мужчина, 28 лет, лечащий врач Доктор Типец. Состояние выздоравливает. Дата поступления 16 сентября. Дата выпуска не определена. Во время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано при взрыве бомбы. Даже получая самое сильное успокаивающее средство, он регулярно испытывает сильнейшую боль. Словно, по его словам, огонь все еще горит под кожей. Осмотр рубцирующихся тканей не показал следов воспаления, инфекции или отеков. Шрамы чистые. Возможно, это случай неизлечимого повреждения нервов. Пациент постоянно винить себя в своих физических уродствах. Может, это тот случай чувства вины выжившего. Пантома на боль как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами. Томас Элвуд. Ясно. Блин, тут... Короче, этого надолго, чуваки. Кто не любит читать и слушать море диалогов, видимо, эта игра не для вас. Так, это доктор Типец. Наскрывать дверь мы не умеем. Оп! Доктор! Уже... Они уже табличку сделали! Я херею! У них тут печатный станок, что ли, есть? Какого черта? Это должно быть место. Это определенно, от того, что выжили глаза. А гроб тут есть? Регулирован к зеркалу. Один из моих. На самом деле, я не буду спать в кофе. Блин. Жаль. Это мое отражение, видимо, да? Как будто в царстве кривых зеркал какая-то дичь отражается. Так, что у нас тут в кабинетике есть? Столы для пациентов. Буду резать их тут на запчасти. Кто-то оставил. Статья об иконах. Чё? Это редкая возможность, даже привилегия, сблизиться с вампирами и наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научной точки зрения. Вот некоторые из их удивительных способностей, которые я наблюдал за последние десять лет в ходе общения с вампирами или иконами, как они себя сами называют. Сверхъестественная скорость. Вампир может действовать и двигаться так же, как и смертный, но опытный глаз подбитит, что все чувства у них обострены, а реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некоторых случаях тревога, удивление, необходимость бежать. Я видел, как вампир двигался так быстро, словно исчезал, и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампир действует так быстро, человеческий глаз не может за этим уследить. То есть это мы, знаете, сами человеки, сидим за этой стороной монитора, а он там вампир двигается настолько быстро, как будто телепортируется. На самом деле он очень быстро просто. Ты думаешь, они искали доктора с такой фамилией под табличку? Ну, возможно, он же знаменитый, может они его долго, типа, пытались захантить, а он все отказывался, отказывался, потому что платили мало. И тут хобана. Но это не телепортация и не демолитерализация, это всего лишь сверхъестественная скорость. Эта способность позволяет вампирам, словно кошка, бегать, уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем мы. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет, физические ограничения действуют и на них. Гипноз. Одна из самых мощных способностей вампира – это возможность подчинить себе смертного. Я называю это свойство гипноз, но оно не имеет ничего общего со способностью смертных изменять психическое состояние подопытного. Вампир может подчинить смертного своей волей и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее распределяется жертва, тем более долговременным является урон, словно вампир в буквальном смысле раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на овладение данной способностью требуется время и что результаты воздействия бывают самыми разными. Вампир может внушить ложные воспоминания, стереть болезненные, возможности поистине безграничные, что и пугает. Чутье на кровь. Это, возможно, самая жуткая способность вампиров, поскольку именно она является причиной множества трагедий как для них, так и для нас. Вампиры жаждут крови. Они должны проявить неимоверную силу воли, чтобы сдержаться и не выпить всю кровь, которая находится в поле их зрения. Кровь нужна им для того, чтобы существовать и пользоваться своими сверхъестественными способностями. Голодный вампир может быть очень слабым, хотя ему и не грозит смерть от голода или жажды. Эта жажда вот причина того, что кровь так возбуждает вампиров. Один вампир признался, что запах крови так силен, и ее привлекательность так велика, что иногда ослепляет его. Если вампир сосредоточился, то он почти может увидеть кровь в живых телах, за стенами, на якобы чистом оружии и так далее. Тот же вампир говорил мне, что видит чистая ли кровь у смертного или он болен, а в некоторых случаях даже может обнаружить наличие в комнате зараженных предметов. Если это правда, то данная способность обладает просто невероятной ценностью для врачей. Ну, в данном случае, я могу быть вполне себе неплохим врачом, да? Опа. Ходит оно, здоровый гражданин. Бич дракон. А, это меня за предзаказ влепили, да? Ножик. Старый, но все еще острый меч, на лезвие которого выигрывали на латинская фраза. По легенде, был выигран в Эльсе в шестом веке и принадлежал Павлу Авреляту, основателю братца Святого Павла. Его возраст вызывает сомнения, поскольку в те времена были распространены мечи совсем другого качества и формы. Меч драконов передавался от одного главы братства к другому и использовался на церемонии проводов, когда глава братства отправлялся на бой с врагов. Священный меч был утерян после раскола между братством и Стражами Привида в середине 19 века. Обе стороны приняют друг друга в краже. Ну, он всего вроде бы... 75 урона имеет, то есть не ошибка больше, чем мой текущий ножик, поэтому я не постесняюсь, наверное, его даже использовать. Меч-то это, а у меня вот это вот. Теперь этот ножик 129 рублей продает? Ну да. А что такое случилось? Бенбургская партия. Что произошло? Господи. Зачем я шляпу надел? Я здесь и накидку сменил. Чё-то я... Не понял. Что происходит? Я надел меч и мне стало хорошо сразу в итоге. Ничего. Так. Давайте я... Пистоле Аэро... Опа. А Брехун тоже пистолет, который за предзаказ идет. Этот пистолет заслужил шумным выстрелами прозвище и своеобразной формой большого дула. Изобретателем, создателем и владельцем этого пистолета был Карл Элдридж, второй глава Стражей Привида. Это тяжелое, не слишком точное оружие с оригинальным магазином создано, чтобы быстро проделать огромные дыры в нападающей или убегающей цели. Карл Элдридж требовал похоронить этот пистолет вместе с собой, чтобы застрелиться, если вдруг он проснется вампиром. Во время похорона это оружие пропало, с тех пор его не видели. Так, можно я уберу пилу? Пилу взять, может? Так. Оп. Дикий безумный пистолет. Записка доктора Суонси. Джонатан. Я попросил сестру Крейн приготовить для вас кабинет на втором этаже. К сожалению, не могу вас проводить, мне нужно немного поспать перед работой, я всего лишь простой смертный. Зря не прошу прощения за скромную обстановку, Пембрукская больница далеко не Ритц. Знал бы я еще, что такое Ритц. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, за ним строительная леса, который позволит вам незаметно уходить и возвращаться. Должно бы сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время, надеюсь наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пембрукскую больницу, уважаемый коллега, скоро мы еще побеседуем. Искренний ваш Эдгар Гриффит Суонси. Прикладываю копию своих записек о том, что я узнал о бэконах за последние годы. Прочитайте их, как только не используйте сознание против меня. В смысле? Как так-то не использовать? Я должен. Всех загипотизирую. Ф. Пресс F to pay respects. Нам нужно здесь анализировать анализы. А чё? Полей. А есть у меня мой верстак какой-нибудь? Где я могу крафтить? Или вот это вот и есть оно? Похоже, да. Так, обращайтесь к крови и следовать. Сыворотка. Слабая сыворотка регенерации. Моментально восстанавливает... Ну... А нахрена? Это моя хилка получается, да? Гвоздичное масло древних времен известно как обезболивающее средство. Следуйте, чтобы увидеть схемы. Ага. Следующий этап. Средства от простуды, бронхита. Я пипец, реально за доктора играю. Прикольно. Главное, чтобы не ссоржен симулятор был. Так, мне кажется, можно всё-таки храм разобрать. Или это нельзя разбирать? Видимо, нельзя. Маленькая бутылка. Стеклянная... Как она в стеклянной пробирке, интересно, разбирается? Хотел бы я знать. Ладно. Я не могу ничего особо крафтать, потому что у меня почти ничего и нет. Ни кодеинов, ни так далее. Так, а ножик чё? Улучшение оружия? Да, я понимаю. Что такое улучшение оружия? Спасибо. Так. Увеличенный урон или увеличенное поглощение крови? Поглощает поглощать кровь, когда оружие наносит урон. Нифига себе, вампирский меч. Да это же топ. Третий уровень. Уже не скрафтим. Чё у нас с пистолера? Пистолера тоже не скрафтить. Хорошо. Если я разберу вот это вот. Не пожалели ли я об том, что не продал? Даже не знаю, что сказать по этому поводу. А я могу поменять свой костюмчик? Я могу чувствовать. Я буду чувствовать. Я буду продолжать завтра ночью. У меня столько времени. У меня столько времени. У меня столько времени. Хорошо. Так, пока не исчезнет или не будет уничтожен. Свертывание. Восстанавливайте кровь в венах цели, делая ее без защиты. Нифига себе. Брутально. Брутально. О, бля-мно. Запас крови. Увеличивает запас крови. Дикая жажда. Увеличит объем крови, поглощаемый при укусах. Так. Интересно. Чтоб такое качнуть. Я бы, на самом деле, херакнул. С ближней дистанции что-нибудь тоже. Но не уверен, что стоит одновременно качать и в мели, и в рейндж. Можно еще больше здоровья прокачать. А что-нибудь влияющее на урон тут есть? Тактический. Пятый уровень необходим. Кровь. Кус. Похрену узнать, что качать. Обратно-то я не раскачаюсь уже, да? Как бы, бесконечно-то тратить тоже не стоит, наверное. Очки опыта. Давайте когти качнем. Хотя бы на один уровень. А, не хватает, я понял. Тогда ладно. Тогда можно и не качаться, в принципе. или мне надо что-то качать. Хрен его знает. Да, ну я поспал. Нет, я не поспал. Отдохнуть. Отдохнуть, говорит, игра. Хорошо. Можно ничего не качать, просто отдыхать. 1300. Охренеть. Да что у меня стучит-то так в сердце? Ладно, давайте хп-шечку покачаем, в принципе. Я думаю, что пригодится. А это у нас стойкость. Ну и вынос тогда тоже. Песнем. Давайте пока по статам пройдемся. Можно запас крови тоже увеличить. Все. Окей, мне внезапно стал шестой уровень, да? Пусть пока будет так. Следующей ночью. Здесь как-то время, которое проходит, оно на что-то влияет? Интересно. Белый халат. Научиться жить среди смертных. Эй! Можно же пить кровь, которую сдают доноры. Цвета умерла. Она нужна вода. Да, Мерс Крейн? Как я могу тебе помочь? Я очень извиняюсь. Я знаю, что доктор Суэнси хочет отдохнуть. Да, но у нас есть немного кризис. Кризис, ты говоришь? Наша потребность антисептиксов почти разрушена. Я надеялась, что здесь была еще одна кухня, но... Какой тип хоспитал вы уходите? Никаких антисептиксов? Ты не знал, что мне это скажет, доктор. Среди войны, и сейчас эта эпидемия. Уходы уходы уходят за месяц. И матогенки пусть кушают? Тоже вариант. В Франции, во время войны, Драгсов-сортижа была ежедневная проблема. И мы должны использовать наши умы, чтобы преодолевать сортижей. Как же ты это понимаешь? Боже, чего у тебя постоянно такое лицо? Ну мы же туда и ходили, получается. Там пара бомжей было, которых я ушатал. Уходи в хоспитале. Уходи в коробке. Уходи в коробке. На моем пути, тогда. Спасибо, директора. Да, доктор? Почему тогда ты всегда работаешь ночью? Ты не спишь? Уходи в Пембрук, всегда уходи на деку. В смысле? Ну спать-то же надо когда-то. Твоя дедикация в Пембрук, дает тебе кредит, Наскрейн. Но когда ты спишь? Уходи в уходи, когда мы можем, доктор. Уходи в уходи. Уходи в уходи, а не уходи в уходи. Окей, но это же вредно. Уходи в уходи, и медицинская профессия всегда заканчивается в уходе. Я видел многих коллегов повернуть стимуланты к борьбе на упражнение. Дроги были как ужасные, как огурцы, в тренчах. Лондонские тренчы начнут здесь, в Пембрук хоспитале. Мы на фронт-лайн, не ошибаюсь. Какая плохая ситуация здесь, в Пембрук. Это зависит от того, доктор Суанзи всегда работает в социальных контактах для денег, но с карантином мы в Бога. Пожалуйста, поднимай в сторону морга снова. Это огромный борт Крэйн. Это все, что у меня есть, Крэйн. Крэйн. Откройся. А полечить-то я какой-нибудь смогу? Будет прикольно, если бы я мог кого-нибудь пациента вылечить. И сесть. Приготовить, так сказать, подготовить его к употреблению. Доктор Суанзи. А, это и есть Суанзи. А, понятно. Суанзи. Лебединое море. Пожалуйста, приезжай позже. Я сейчас busy. Открой! Пес. А мне интересно, плащики он каждую ночь будет менять? Хипстер проклятый. Или чего? Тот был, тот мне больше нравился. Тут в нем пафосно было. Сейчас он какой-то прям в котелке стал. Очень мирный такой парень. Прям чистый доктор Уатсон. Уатсон в смысле. Второй этаж. Подожди, как второй этаж, если я на втором этаже был сейчас только что? Или табличка, что я спускаюсь на второй этаж. Понятно. Ок. Тут закрыто. Смешно бегает, да? Да, есть такое. Походон такой. Специфический. Еще и плащ постоянно упарывается. Так. Ну что же. Давайте еще посмотрим, что у нас по пациентам есть. Одна считает, что она вампир. Так. Я только что украл бутылку. В госпитале, у которого ничего нет. Чувствую себя под лицом. Так у них... Смотрите, сколько площади. Просто простаивает. Алло. У вас люди в палатках на улице спят. Что за хрень? Не кашляйте в общественных местах. Плюясь, чихая кашля, вы распространяете инфлюенсу. Болезнь распространяется с капельками летающими из носа и горла. Не чихайте, не кашляйте в общественных местах. А кто-то чихает. Вот ходит. It's locked. Длинное письмо. Ёпта. У меня вот длинных писем только еще не хватало. Бирмингем. 27 октября. Привет, сестренка. Как дела в большом городе? Здесь не очень хорошо. Похоже, тут снова свирепствует инфлюенция. В квартале много больных. Помнишь мисс Шеллер? Старуху-пьяницу с третьего этажа. Она умерла два дня назад, а ее квартиру уже заняли. Спать в кровати, в которой женщина только что умерла от инфлюенции, я бы согласилась только за огромные деньги. Извини, что не сразу нашла время, чтобы тебе ответить. Я ведь забочусь о малыше Поле, маме, папе и работаю на заводе, так что времени написать любимой сестре не остается. Кстати, мой сын передает привет тете Пипе. Видела бы ты этого сорванца, он уже сводит меня с ума. Мама просит, чтобы в следующий раз ты привезла один из этих чудесных тортов. В прошлом письме ты написал, что думаешь уйти из Пембрукской больницы. Честное слово, Пип, не спеши с этим. На заводе всегда нужны рабочие, но платят хреново рабочие скучно, как день без страха. Кстати, у меня новый жених, и нет, сучка моралистка, я не шлюха. Так что, если ты действительно хочешь заниматься неподсчетом трупов, а чем-то более полезным, то лучше оставайся в ловоде и вступай в тот отряд, который ты говорила. Стражи привина, да? Я никогда про них не слышал, но если они такие, как ты говоришь, если это какое-то ополчение, которое хочет что-то изменить, то они тебе подойдут. Только ты не ровнись в первые ряды. Мой бедный дебил и так во Франции погиб. Слишком часто возглавлял патрули. Проклятая война. В общем, возвращаясь скорее, до того сообщи мне все хорошие новости. Твоя любящая сестра, Люси, Пол, мама, папа, дядя, тетя, Вася, Петя. Короче, нашли какую-то фигню. У них второй этаж это первый, а наш первый это гранд-флор А. То они же говорили мне в лицо, что отправляют меня на секонд-флор. Что кабинет будет в секонд-флор, я же слышал это. Надо вот это вот мне. Так, это кто? Опять ты, боже мой! Женщина со страшным ртом отстанет мне. Она преследует меня своим ртом. Так, ты... Доброе утро, доктор Рейд. Пеппа, ты уверен, что ты хочешь уйти? Чтобы стать универсой, это мечта маленькая. Но в конце я не чувствую, что это не используется. Я хочу сделать все изменения. Но ты делаешь здесь что-то важное. Для всех пациентов, которые нужны твоей помощи. Мы спасли жизнь, конечно. Каждый раз, когда мы отправили пациента домой, это расслабление твоих слов. Но после эпидемии, я чувствую так мощно. Пеппа чувствовала себя беспомощной в борьбе с эпидемией. Беспомощенность. Можно помочь беспомощной девочке. Интересно, вампиры занимаются секасом? Нашими словами. Во-первых, давайте помочь. О, спасибо, Масфоркинс. Наши хлопай. Давай поехали, Масфоркинс. Ну ладно, у вас там. А какие а客ы с ним с останутся? Ты хотя бы в этой агронии? Я могу вспомнить. А что в этой агронии? Не забывай в этой агронии. Я уже на эту агронию. Я уже удаляя в этой агронии. Мне и в этой агронии. тут нужна музыка из майкла джексона сейчас это дерьмо так как называется песню забыл смуз кримина стоило включить музыку и она застеснялась а это чувак которого ожоги да я бы сказал что у тебя неизлечимая болезнь мыльца почему он разговаривает с моим животом да у тебя нормальное лицо только немножко красненькое зачем вы лгали подсудимый как я узнал то можно сделать операцию сказки не сработало в смысле не сработало пёс и раунд стрёмный здесь как смотришь на него в игре он так не выглядит если честно странно ладно tell me what really a when we do hall да джон колос и а утел уже чисел а у зафая да на и дедюста тфая вы trained to avoid going back to the front that's not uncommon you know Нет, это просто, что я спрятался, когда огонь достигнули комнату. Человечка была долго умерла. Человечка никогда не влезла меня. Оставила меня, чтобы уничтожить. Как у тебя остатка с нами, мистер Элвуд? О, это блеск. Я просто исчезал смерти в тренчах, чтобы снова быть окруженными крыльями о смерти. Миск. Прососил с вами. Просenti-пациентка здесь? Миск. 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 но короче не получилось его разогреть на операцию о болезни теле михау охотничьи 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 ее голову вверх, как будто я сзади но она еще красивая и есть proof, что есть надежда для меня И болезнь? Это настоящая. Она могла решить, чтобы не было ниже... ...много позиции. И это другой большой причин, чтобы мне остаться здесь, доктор. Ты понимаешь, что она психотерапевта? Это называется Коттар-синдром. Она действительно верит, что она была вемпира. В ее мудрости... Она никогда не приводит к моим болезням. Но, на самом деле... Если бы я могла... ...соединю в нашу миру. Это кажется, что гораздо более сложнее, чем в мире. Где вы были, сэр? Если вы служите за время... Я реально не хочу поговорить об этом. Без обвинения. Я слишком много плачал. Я же служил в Франции. Я просто хотел, чтобы... ...соединяясь, я не могу на это не смотреть. Тогда я уверен, что мы боремся на самую войну, сэр. Не обвинения. Почему ты не думаешь... ...зачем был Галя? Я не хочу... А, все, нельзя. Ясно. А можно его загипнотизировать, слушай. Но зачем? Медосмотр. Ты нужна помощь? Я в порядке. Просто сделай что-то для этого болезня, пожалуйста. Это все, что я скажу. Хм. Хм. Ладно, не будем торопиться с гипнозами и так далее. Мне кажется, можно поинтереснее что-нибудь изобрести для него. Так. Чё тут пишут? Ничего. Ужас. Доброе утро, мисс Харкрофт. Как вы сегодняшний день? Ужас. Доктор. Классное. Плассное. Вибраинское крово. Ты требуешь моих услуги, мисс Харкрофт? Я не нужна для вашего медицины, доктор Рид. Моро. Это единственный брок, который я нужна. Скажи мне, Телма, почему ты так связана к мистер Элвуду? Почему его? Я... Я не уверена, доктор. Я думаю, что мы имеем связи с каким-то образом. Мы обоих очень много. Он единственный мертвец, который я... Я думаю, это интересно. Ты планируешь его сделать вемпиарем? Конечно, нет. Как я могу обновлять мою крючку на кого-то другого? Я не такой крюльный, доктор. Понятненько. Ты и мистер Элвуды были романтическими? Нет. Нет, Томаса не деликатый. Даже если он обновляет его. Но я не женщина, которую он нуждает. Нет, потому что я вампиарем, доктор. Ты там не получен, но твоя умеет весьма лепестковая. Самая умерительность продолжается. Говоря, поздравить. Доброе утро, своим домом. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо, слава. Я должен обмена за моим поведением. Что ты имеешь в виду? Я не был сам в фабрике. Третья и упражнение делают мне сказать ужасные вещи к тебе, я не боюсь. Ты осталась абсолютно хорошей и полицейной. Может быть, немного длительной. Но кто бы не был, после удерживания обдукции? Спасибо, доктор. Это удовольствие. Теперь все, что я нужно сделать, это расслабиться и вернуться к моему флагу. Когда ты приехал? Нет, но я известна Харриот Джонсу. Я здесь, когда живет в докторе. Эта худая женщина была очень тяжелая жизнь. Ты никогда не увидел ее в Пембрук. Убирая, когда болезнь, может быть важной частью. Мы не только тела. Сейчас доктор, доктор. Серьезно, я думал, что она умерла. Она умерла в докторе много раз. Интересно. Что ты делаешь для жизни, мистер Хамптон? Я не могу помочь, но заметить кресло вокруг твоего нога. Я веду священник, но у него нет же фахтничка от белого, получается. Ты священник, мистер Хамптон? Может быть, деканин? Не совсем, доктор. Я просто человек верно, способствовать правильное слово. Смотрите, как он злобно меня смотрит. Че? Ты копался? Че ты хочешь? Че ты ходишь тут в котелке в этом своем? Быдло. Почему ты не использовал твою кресло против Уильяма Биттера? Чтобы его разрушить? Это очень странная вопрос, доктор. Один кресло не имеет магическое токе. Если это то, что ты пытаешься сказать. Не мое. Как ты чувствуешь, мистер Хамптон? Медико говоря, я имею в виду. Я чувствую себя запутанным. Прежде всего запутанным. Виктор Хамптон, Вильям запутан много моего крови и его злоба. Я чувствую... ...выщен. Ты в хороших руках здесь. Доктор Суанзи в трансфузе. И я уверен, что он будет в лучшую помощь. Спасибо, директор. Я уверен, что все, что я требую, это отдохнуть. И тогда я могу вернуться домой. И помочь мне. Как ты закончился в доме Вильяма Бишопа? Я получил увлажнительные новости о своем поведении. Я пошел в его место, и он не прекратил меня уйти. Почему он тебя обдувил? Вильям был алкоголиком. Его администрация вдруг изменилась в крови. Но я не знаю почему. Просто как пациент, который был здесь. Эта мисс Харкрафта. Да. Только она не настоящий вампир. А вот он... А вот он любитель попить кружки. Я просто человек, пытаясь помочь своих друзей, доктор Рид. Уильям Бишоп был конфликтный милой, searching for light. Ты знаешь, Том Уоттс? Бартендер из Туртла. Я встретил его, когда я нашел тебя в Каннинг-факторе. Том? Да, конечно. Всегда помощь на помощь, хороший старый Том. Без людей, как он, коррупция и милой, 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 милой. Милой. Милой, милой. Милой, милой. Как бы это было? И это не мой традиция, говорить о людях, которые я знаю, доктор. Это главная ситуация в Каннинг-факторе. Эта ситуация всегда была тяжелая. Было много потенциалов между гангами и Доккерами. Том. Горубой, милой, 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 с ним не зная, потому что они потеряли их лидера. Кто сейчас ведет панду? А, Клей Кокс, слышу, ну так он бандит, ясно, надо бы его найти Светоша Я могу быть встанным, да, я могу быть встанным, а я могу быть встанным, а я могу быть встанным Слушай, а вот этих мы не можем осматривать, я бы им и досмотр-то устроил, смотри, есть Нужно медицинской помощи, львовьи? Я все равно, в реальности, я просто хочу спать До свидания, Насвен До свидания Просто, конечно, я буду встанным, как вы встанным Карту мне, принесите пациента, пожалуйста Как я должен прием вести Совсем тут от рук отбились До свидания, медсестра Окинс Держи, я только что с ней общался Куда она пошла Я искал другую медсестру, может, ей нужен медосмотр, я бы кого-нибудь тут медосмотрел Да, доктор? Это все От тебя я осматривать точно не буду Я сказал, что ты был встанным Добрый вечер, сэр Я доктор Рид Я думаю, что мы будем коллегами Рид, да, я был информен о твоей приеме Я Уэйвелли Аккроид Великолепно, я думаю Моя приеме неудобно тебе в какой-то способ Доктор Аккроид Давайте просто сказать, что я не подробно 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 с энтузиазмом для вас Встречать вас Что мы нуждаем здесь Мы вероятно профессиональные, не оверхотворительные даблеры Понятно, уже бесишь Наркоман проклятый Четвертый уровень гипноза Я тебя съем! Если у вас есть проблемы с нами, доктор Аккроид Пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне Доктор Суамзи Оставил вашу присутствие на этот хоспитал, без просмотра Никаких советов Я не знаю, что мы никогда не встретили Но я думаю, что этот хоспитал может использовать все, что он может получить Ты согласен с этим, я уверен Ох-хо-хо-хо, но я слышал о тебе, доктор Рид Конечно, ты не можешь сказать о мне Потому что я не забыл время, в суде В прессе Зависть вам не поможет Зависть вам не поможет Это реально не сделает тебе хорошо Не волнуйся, доктор Рид Один простой взгляд Это достаточно для меня, чтобы знать, что у меня нет ничего, для меня Что-то я уважаю Зря ты так думаешь Может, я тебя осмотрю? Не в целом Ну, давай я тебя осмотрю Пожалуйста Не в целом Пес Да, конечно, комплексует Сидит задротина Красноглазая Хочет славы Что ты понимаешь? Может, он стримлером хочет стать? Еще бы его любили миллионы А вынужден вот это вот, короче, лечить людей Утки выносить Что он там говорит? Что он там говорит? Уэрли не одобряет современных методов медицины Конечно! Конечно! Правильно! Кровопускание Должно лечить все Задать личные вопросы Я не знаю, что ты слышал о мне Но я уже доказал свою ценность Я не задумываю твои силы, доктор Рид Но твои мотивы Это деньги? Дорога? Или ты действительно дедикат? И что именно это может быть? Я служил в войне, как и ты Но, как и ты Я не использовал болезненных Для игроков Будьте внимательны, доктор Акроид Я только хочу предупредить Ты использовал этих людей Для улучшить твои теории Это невероятно Моя трансфюжная техника Моя трансфюжная техника спасла много живых И ты знаешь Ты видишь? Это точно то, что я хрюлю о людях, как ты Ты избежал этого типа Аккузации, вместо того, обращая реальность Мне кажется, что ты у тебя плохие Нужно видеть эту индустрирующую оборудование как научный прогресс Война лишь Война Мы можем определить на что-то, доктор Акроид Так Ну я тебя все-таки осмотрю Ну пожалуйста Ну Немножечко Нет? Ну ладно Так Короче Понятно Ну должен же быть какой-то хмырь здесь который ему я не нравлюсь иначе это было бы слишком просто Так, ты кто? Так, ты страшная женщина Пациенты В масках лежат Никто даже не знает дышат они или нет Бутылки разбросали Поднять некому Уборщицу Твади Уволили уже Сокращение кадров Там все дела Расходов Слишком много О, еще какой-то пациент Еще какой-то пациент А, это Какая-то жена пришла видимо навещать Гарри Поттер Гарри Поттер Гарри Поттер Ты в порядке Можно я помогу? Нет Верно? Почему ты здесь? Я не хочу поговорить Моя кровь Остается Я думаю что эта болезнь это причина что ты здесь Кто-то занимает тебя Да и Нет Вы можете сказать мне Мортима Мортима Гозвик Кажется Кажется ему нехороша Я боюсь что я могу сэр Я не хочу быть лекарством Тебе Не Не Вы Не 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 А вы Я не могу рассказать, сэр. Это бы помогло, если я дала тебе что-то пепель и пепель? Не реально. Я вижу. Тогда, может быть, это не только твоя грудь, что болит, мистер Гозвик. Может быть, твоя грудь – это только последовательность чего-то более болезненного. Да, может быть. Но я не хочу поговорить или даже писать об этом сейчас. Как больно. Так, подожди. Нет, подожди, нет. Так, как-то я видел, у него тут появлялась. Эф. Так, расскажите о себе. Я буду его пытать. У него болит горло, я заставляю его говорить. Да в смысле? Говори, тварь. Ладно. Так, его нельзя загарпетизировать. Хорошо, давайте с его женой пообщаемся. Или мать? Да, по возрасту. Я же только что его осматривала. Алло. Тебе не нужно? Медикой уважения, миссис Гозвик. Я сейчас у меня есть другие вопросы, доктор. Я все равно, спасибо. Я буду ходить по Лондону и каждому предлагать осмотреть его. Мне кажется, скоро обо мне пойдут странные слухи. Что ты можешь мне рассказать о себе, миссис Гозвик? Не много, что сказать. Просто возьмите мою Мортима, и я покажу все оборудования. Все оборудования. Все оборудования. Ты реально такой ручный? Многие из пациентов здесь, они более смешной, если я могу сказать. Странные мои волосы, да? Светятся, как у святой. Я могу сказать, если у вас есть оборудование, миссис Гозвик? Я профессиональная профессия. Я учу молодых женщин, которые более амбитовны в их будущем, чем в их семье. Что вы думаете о вашей оборудовании здесь? Какие оборудования? У меня были большие оборудования в этом хоспитале, после того, как мы приехали. Но у нас нет других выборов. Возвращаясь в состоянии оборудования. Есть ли что-то, в частности, что тебя мешает? Некоторые из пациентов не были особенно приглашены. Я думаю, что они не оборудованы с пациентами в таком социальном состоянии. Скажи мне больше о вашей оборудовании в пациенте. Что тебе дало такое плохое первое впечатление? Амбюланский дайвер был довольно грустным, для начала. И эта медицина, мисс Хоукин, кажется, у нее довольно невероятная аттитута. Что ты имеешь в виду? Она решила оборудование для моего сына, в зависимости от эпидемии. Это было удовольствие. Но это было не дорого. Она оборудовала тебе? Да. И я заработала без вопросов, рассчитывая снижение ситуации. Я хорошо. Я делаю твои вопросы, миссис Гозвик. Я уверена, что я поговорю с людьми. Я не ожидал оборудования. Но я уверена, что такое поведение не будет поддерживаться в других пациентах. Но я не Почему твоя мама тебя воспитала тут? Она смотрела уверена, что это плохое воспитание. Моя мама просто хочет самое лучшее для меня. Она не уйдет, пока я здесь. Она бы уйдет до Хелэмбэкс. А твоя мама тебя беспокоит? Как твоей докторой, я могу спросить, чтобы тебя оставить alone, если бы ты любишь. Это ужасно, доктор. Но ты не понимаешь, что моя мама способна. Она бы прикрепить себя в моем доме, если бы ты спросила, чтобы ее уйти. Ну, знаешь ли, хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждаясь? Хелэмбэк хоспитал может выглядеть неорфодоксным, но будь уверен, что ты здесь в хороших руках. Простите меня, ты должен быть уверен, доктор Рид. Это моя мама. Еще буйные тут наверняка нарисуются. Сумасшедшие женщины, которые считаются... Ну, как у нас в поликлиниках. Как не зайдешь, там бабки вампирши сидят, ведьмы. Так, что пишут? Неоконченное письмо. Опа, это что? А, это торговцы где? Неоконченное письмо-то? Интересно было бы почитать не начатое письмо, если вы понимаете, о чем я. И где письмо-то? Алло. Вот эту. Да и она. Алло. Так, неоконченное письмо. Пеморская больница, 2 ноября. Мои милые дети, извините за то, что написал вам раньше. Но мне чертовски больно царапать даже пару слов на этой проклятой бумаге. Не бойтесь, как только врачи вылечат папину руку, он сразу выйдет из больницы. А пока, если вам что-то понадобится, пойдите на стройку и скажите мистеру Чедвику, что вы дети Харви Фидика. Вы Роберта Чедвика помните? Большого усатого мужчину, который прошлой весной помогал не чинить двери. Разрешите ее и попросите несколько монет. Он вам не откажет. Мне жаль, что я пока не могу работать, но когда я выйду, мы что-нибудь придумаем. Не волнуйтесь, как только папина рука снова станет сильной, все будут хорошо. Как только врачи почунят мою руку, я... Конечно, никаких вам больничных тут, вот это вот. Не работаешь, хер тебе, они деньги, и семья голодает, всем насрать. Ну, что проблема-то, давайте я посмотрю. Вечно недовольные пациенты в больнице. Че с рукой это стало, блин? Скажи хотя бы. Да, я уж как представлю, что если я вдруг руки решусь, так я вообще работать буду. Как я играть буду! Что это за жизнь тогда будет? Ты счастлив, что мы здесь делаем? Ну... Это понятно, что я выбрал плохое время, чтобы быть уничтожен. Извините мою слабость, но ты чувствуешь поврежден от случаев заболевания. Я не ловлю тебе об этом. Я боюсь, что мы. Ты уверен, что ты не хочешь оперировать себя, доктор Рид? Я чувствую, что ты очень способен. И твои коллеги тоже думают, что так. В других ситуациях, ты прав. Но для сейчас, я не думаю, что я могу принимать ответственность. Ну почему? Хочу сержант-симулятор. Алло! Скажи мне о докторах, которые спрашивают о твоем случае. Стрикланд и Аккроид. Они обоих хотят для меня, но там много чужих. Докторы не похожи от карпетеров, как кажется. Что ты имеешь в виду? Я часто говорил профессиональные разговоры с врагами на строительной стороне. Размеры, что я не согласен с деревьев, а не с деревьев. Я так и не понял до сих пор, что у него с... А? Что у него с рукой-то вообще? О семье. Ты чувствуешь страшно о безопасности твоей семьи. И это, очевидно, причина, почему твоя болезнь тебя так много проблемит. Я не могу перестать от моих детей там. Они обоих нуждают мне жить. Что с их мамой, если я могу спросить? Она умерла в 1915, во время первых зепплин-райдов. Мы никогда не нашли ее тело. Я был в армии. Говори, падла! Хелена была счастлива, что я не отправилась в фронт. Что случилось? Георгий отправили зепплин-райдов, чтобы уничтожить строительство. Но они не потеряли их цель. Моя жопа привезла мое мясо, когда уничтожили. Понятно. Я извиняюсь за твои слабости. Так много умерли во время бомбирования. Я служил в Франции и осмотрелся таблицей. Я бы хотел сказать, что она не умерла. Правда, я не знаю. Я просто знаю, что это все, что мои дети умерли. Плохие маленькие болезни. Как ваши дети, после уничтожения их мамы? Они тогда маленькие. Ну, то есть... И единственное, что такое, что Эйленд не привезли их с ней. Есть ли какие-то хамилы? До свидания. На покупку оружия. Вы видите, что там происходит? Я вижу свой затылок там, если что. А вот сейчас лицо. А вот сейчас затылок. Я, ну я конечно вампир, я все понимаю. Ок, что тут пишут? Ясно. Снят, но вы держитесь там. Так, мои любимые мусорные баки. Свинцовая грузила. Свинцовая грузила. Ампути. Не ампути. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сама Хау Кофта сказала, что была просмотрена во сне густ floppy. Где они сплютят? Я задумал. Извините, что встретился на моем подъемном медицине, удачнее. Затем закрылся. Вы должны быть очень сглажны за эту непросточную ситуацию. Я смогу решить выставить, где вы в такой же масштабной жилье как ваша妻. Я надеюсь, что это получится Хемидосмотр не нужен случай Я чувствую себя хорошо, доктор Но, может быть, это потому, что я, тоже, использую пищу мертвых Пищу мертвых Здесь же один сейф Страшно Так, а где остальные врачи-то? Я что-то найти не могу никого Тут же еще, блин, какие-то чуваки Сумаешь? Если ампутировать руку Такое себе Еее! А! Я опять в этот замечательный сад пришел Сейф сад! Так, никто там не видит, пока я тут жру Эш! Ой Что-то ему пофигу вообще Мечом тебя, сатаны, покараю Это скотина Кончился Кто стыщил мое одеяло? Я умру от холода! Кричит кто-то там Где кошелек этого мудачина-то? Я вот что пытаюсь понять Он же где-то и здесь, так понимаю, вылянил Найти в саду потерянный бумажник Это же сад, я хер его знаю Бээм! Или нет Может не это Тут еще один такой же бичара был Ой, так он не один тут Хотя, может это пациенты просто вышли погулять Подышать свежим воздухом Я его втащу сейчас всем Целебные пиздюли раздаю Эш Нихера он смотри, окрабат Эк Воу, 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 полегче парень Хром, хром Да Ты конченая Надо чутье включить Кстати, да Я что-то не подумал про чутье Ведьма чутье, так как же я безбач О, образец можно исследовать, видимо, да Так, образец разбавленный Чистой крови Кто-то разбавил им кровь Ой, фотографии в бумажнике Фотографии А, это вот это и есть оно, да Милтон и Пипа навсегда Понятненько Ясно Пиздец вам Я вас съем Надо же кого-то Содержать Хотя бы иногда Кушать-то надо Опа, у них тут Мусорка Да Текстурки-то 89-й год Окей Ой Сюда нам по основному сюжету надо А что надо-то, я не помню Ой Нажал какую-то кнопку Старый морг А-а-а Это здесь старый морг Проклятый старый морг Шкафу Слева А, спасибо Сечлянная пробирка Надо ближе обнюхивать шкафы А, глядишь Что-нибудь найдем Лут, кстати, не подсвечивается Чутьем Так, найти Тартрат, железо Хинин Гипохлорид Натрия И помочь Хренид Натрия Какой-нибудь сейчас найдем Стеклянная пробирка Но это явно не то Что требуется Вниз В подвал, что ли, идти куда-то Это морг? Нихера есть у них морг По размерам Тут целая больница Очень странно Очень Очень странно Вообще ничего не подсвечивается С этим ведьмачьим чутьем А, жаль Какой-то кабинет В заросшем стаду Стрид Стриденный морг Да В старшем парке Стоит старинный морг Да ладно А ты не пробовал Там, не знаю Открыть Чем-нибудь Так, я же не отсюда пришел Да? Здесь что-нибудь Может находиться Ага Опять выход на улицу Не знаю Надо ли мне на улицу Че тут Че тут? Че тут где тут? Я хожу кругалями Не очень понимаю Куда мне нужно Хорошо Тут, судя по всему Мы нихрена не найдем Пойдем на второй этаж Там тут орет Опа Бродячий Схальд Он так Уверенно идет Короче Сейчас тащу Короче Слышишь ты Возможно Кого-то тут ушатали Портсиар А ничего Что у вас сюда Человек попал И умер Люди Никто не послал Меня его сюда Спасти Или что-то такое Хенин Залутано Платив вон Жаль Эту дверь Ты просто игнорируешь Чтоб понимали Че там? Кровище Опа Че Кровище Ни хига Все Все украл Но всего лишь Две бутылки алкоголя Оказалось Нужно искать ключи От всех дверей Потому что Куча запертых дверей Но я правда не знаю Можно ли все их Я не понял Ты откуда взялся Алло Уважаемый Еш Его Что у меня уже успели Кровь попортить Какие-то козлы Интересно Можно ли Я только что хенин Подобрал просто с трупа Зачем я персил Этот мор Не понимаю Че они тут все трупы Что ли вскочили Ни один не лежит на месте Темновато тут у вас Ну так-то да Мрачненько Боллы Марса Фортифайз Как популярны Как они Неэффективны Но Они имеют Айон Татрэйт И это Может показать Существующим Яс Раскритиковал Понимаешь Современную Медицину Ох уж Этот неортодоксальный Доктор Вампир А ты что У них Телеграф Похоже на то Так Что Если пойти Еще выше Тут лежит Чей-то Бренный Трупец Разбавленный Густой Крови Нифига Я тут Образцов Налутал Но Закрыто Однако Хорошо Мазафака А еще Лежит Смотри Отдыхает Сейчас я тебя Вот это вот Ага Патроны Это солдат Что я Походу Да А нет Это Охотник За Привидениями По-моему Он просто Убился Об стену С разгоном И оставил след Нормально Туповатые Они просто Эти Охотники За Привидениями Яс Кто-то За нами Следит Телепортируется Понимаешь Туда-сюда Дверь Оперта Ёпта Что-то Вас Многовато Эти Пистолеты Потребляют Из Корпсов И Убирают Адемиям Что-то Пистолет Вообще Недомажен Получ Так пафосно С этим Мечом Стою Прям Аж Нравится Мы же Подобрали С него Только что Все Что Нужно Зачем Мы Еще Гипохлорид Натрия Нужен Да Что У нас Еще Есть Мужчина Бродит Там Какой Тише Будьте Вообще Я не вижу Особого Смысла Нападать На них Сзади Ой А подожди Я застрял О боже Управление Конечно Куже Чем Дарк Соулс Когда Вот Это Вот Начинается Жри Надо Прокачать Укус Потому что Я очень Мало Из них Высасываю Не знаю Зачем Я тратил На них Патроны Хотел Посмотреть Что Себя Пистолет Представляет Но Он Еще Не Дамаж Ни Ни Как В Молоко Уходят Пули Так Тра Татат Железо Это Запертые Шкафы Двери Сортиры Что У нас Здесь Бля Ты Че Ломишься Закрыто Ракоман Лови Фига Вшатал А я Хорош Что Там Интересно За Закрытой Дверью За Дверью Всякие Ништяки Так Ну Кровище Вроде Здесь Не Рассыпано Зачем Простите Стетоскоп В Морге Они Трупов Прослушивали Чувак Такой Ну Доктор У меня Железо Кровь Из носа Потекла Нет Доктор Сказал В морг Значит Морг Отчет О смерти Патолога Анатом Пембургской Больницы Отчет О расследовании Покойный Сэмюэль Коннора Раса Европеоид Полумужской Ворус 39 Домашний адрес Неизвестен Народ занятий Рыбак Тип смерти Естественный Вероятная причина Смерти Быстро прогрессирующая Пневмония С вирус С вирус Индуцированным Уплотнением Лёгкого Испанский Грипп Какого хера Уголки губ Выглядят так Как будто он ел Мороженое 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 Мультиплые Абразии И скары На ногах И ногах Мороженое Достатки Испанские Сэйлор Типа Или копчин Прокол Счерстки Верно 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 Встройки Суси Сухи Но Типа Уплотнению Покол Пункта Вверх Измени Порим Покол Счетка Не Род Счетка Совсем Интернерного Плот Я смотрю люди-то здесь не очень хорошие среди врачей-то это походу тут я единственный хороший доктор в этой больнице несмотря на то что вам пер до бесицу закрытая но чуть такое старый ампутационный нож поглощение крови получили новый тип оружия для левой руки выберите и нажмите чтобы поглощать кровь надо выбрать его я какому-то напильник подобрал я лучше бы нашел средства для открытия сундуков запертых потому что это без так ну тут я я был уже ой не совсем то ради чего все это затевалась так то что за запертая дверь что за карцер в морге подозрительно короче типец тут еще канавал судя по всему да ой-ой есть кто дома никто не шевелится пока смотри смотри джон доу я понял там тень какая-то на меня нападает смотри а задолбал и аккуратно я усыпал получи мразь ау короче он клонов каких-то мутит джон доу это обычно имя дают тем кого не знаю назвать джон доу этот какой-то конченый был смотрите кто-то кровищу разливал рисовал круги антисатанистический кто-то с дозами я смотрю тут не дружит не будем называть его по имени окажется его имя начинается ст здрасте загородили тут понимаешь забаррикадировались еще и чё вот это вот мы хотели этим сказать нифига кстати опыта поднакинули здесь разбавлены загадочный рецепт можно изучать могу сразу их изучать а сестра видимо скрыла получается да что типец просрался с этой дозировкой а ему здесь крафтить прикольно так здесь разбавленной крови исследовать образец крови ты дождя где-то же был рецепт алло лекарства при утомлении я могу сделать средства от анемии от сепсиса пневмонии бронхита простуды дать сделаем песни да я смотрю нужно ингредиентов просто ту его куча чтобы нормально получить алюминиевый порошок сколок пробирка да и тут этот переработаем алка алкоголь это все не то хорошо будем лечить переутовление это ведь самое важное опа даня спасибо за 100 рублей внезапно большое спасибо за донат я немножко испугался откуда тут музыка и зима к появилась в этой игре коп это все что мы должны сделать в этой замечательной замечательном морге у них такой здоровенный морки офигею просто обычно морги это достаточно такое тесное место где хранят трупов сделают вскрытие все прям хоть дискотеку устраивай восьмидесятых откройте вроде мы все здесь обшарили наверное сейчас подожди по моему еще справа могла войти или нет папа ты откуда взялся красавчик ах ты да ты пёс я тебя ушатаю и выпью ау как он меня задел да этот конченый какой-то слышь необычный тип на нем и прям написано конченый не будем короче панькаться лучше я вот так ушатая что нему оглушение не особо сработало так слева есть против какая-то область если мне не кажется может быть мне можно проникнуть хотя нет здесь никаких проходов нет это все заколочено херам поэтому говорилка говорит а нет не говорит сейчас зачитаю я если честно не привык ко всему этому поэтому даже и не подумал я не очень люблю эти говорилки они мне очень сильно всегда казалось портит атмосферу игр я могу сам прочитать мои сообщения спасибо за интересные видео которые скрашивают мои вечера да пожалуйста всегда обращайся ой пардон сейчас секундочку нету что скайпе написали ничего особенного тут не залетела ну суть не суть главное мне кажется озвучить сообщение лучше я сделаю это сам чем роба войс особенно у многих он по моему ассоциируется со стриме шри кариной у меня по крайней мере точно так больше ничего не вижу интересно в этом замечательном месте интересно куда ведет вот эта дверь это наверно лифт чтобы возить тела из больницы лифт подожди у них уже были лифты в двадцатом веке я чуть не помню по моему ничего такого особо не было в начале двадцатого века я имею ввиду в двадцатом веке понятно что были лифты опа опа тоже опять вот ожирет давай я смотрю как переключиться на другую цель я просто не могу ешь ау ау да твою мать отстаньте дебилы так мяч сожрет опять бомж я чувствую да на скриптах вали козел надо его зарубить нахер а то он кончен и какой-то дойдешь ты в 5 я тут геймпад если чё реагирует бурно на дебильные скрипты ненавижу их да ты вообще что ли ты посмотри на него вообще упорота его надо убить с ним лучше вообще похоже не панькаться она прям вшатывает как нихер делать первый пассажирский лифт подъемник был установлен в нью-йорке 1857 году устройство безопасности отчисло сочетание с использованием стальных каркасов зданий дало возможность строить небоскребы первый электрический лифт был запатентован 1861 году все тем же отчисом начала двадцатого века электрические лифты получили широкое распространение постепенно потесняя лица другими типами приводов понятно я не знал я думал позже появились уже ближе ко второй половине века как-то недавно решила скачать аудиокнига чтобы универ не скучно было ездить значит скачала там озвучено говорилки причем стартовой года 2015 это был больно да кстати я на торрентах замечал часто что выкладывают говорилки если аудиокниги озвучены говорилками но это прям ужас сейчас да сейчас уже более-менее начали существовать озвучивалки которые практически похожи на людей и я давеча читал статью не так давно о том что в принципе уже есть рабовойцы которые прям не отличимы от человековского так я взошел где-то где-то вот вот здесь ну или в похожем месте по крайней мере да вот здесь с английскими аудиокнигами гораздо больше в этом плане выбора там очень много качественных актеров озвучания и они реально прямо работают не покладая рук очень-очень много аудиокниг но это только для тех кто знает английский объявление меры против инфлюенции при кашле чиха не покрывайте рот платком ходите на работу пешком не сплевывайте пейте только из личной чашки избегайте скоплений людей в случае недомогания ложитесь с постели умирайте изготовление маски возьмите кусок обычной марли размером 8 на 16 дюймов сложите квадрат размером 8 на 8 дюйма затем прямоугольник размером 8 на 4 дюйма прикрепите на каждый угол завязкой длиной около 10 дюймов прикрепите рот и нос как показано на рисунке выпущены комитетом здравоохранения детской become human не за горами ну да кстати посмотрел немножко стримчиков по детройту что-то мне так не понравилось там тут речить на заднем плане меня же было по моему какой-то еще расследование здесь полностью дайте бумажник допросить и выяснить то шпионит за тельмой вот это вот интересно кстати кто за ней шпионит мне кажется это из вот вот эти вот ребята которые меня пытаются убить все время охотники с вампирами но по ней она же не вампир но они в этом видимо не знают опа тут обросил монетки люди вроде голодают тут страдают без денег а монеты разбрасывают где попало так себе black wall состояние района тяжелая не вас понял мне бы в больничку а этот все общается там с мертвыми не могу слушать аудиокниги мне визуально лучше воспринимать информацию тут зависит от того визуал ты аудио кинетиком наверное еще хуже всего мне тоже больше нравится читать бумажные книги но когда в универе едешь или готовишь или еще чем занимаешься удобно слушать аудиокнигу но иногда мне тоже вызывает желание послушать аудиокниги обычно я правда слушают те книги которые я уже читал мне просто иногда приятные их в озвучке так сказать услышать так давайте ему что-нибудь загоним хочу продать ему часы кажется я заслужил немножко денег порт сигар загоним так давайте оружие может ему а не покупает нихера вот пес но может быть этот черт который ниггер вы простите также нельзя говорить не ты че который темнокожий мужчина афро лондонец возможно он купит у нас че нибудь по оружию тютье харви харви филли даже зачем мне это неизвестно так держи фанели и в ретан доктор did you find anything of value yes yes you've worked your first miracle doctor now this patient here needs a media treatment duty calls when the storm has passed i'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients many thanks доктор when you finish you ought to report to doctor swanzee in his office he's been looking for you simpressing куда он смотрит почему он смотрит на меня болезни заболевание снижает качество крови горожан снабжайте их соответствующими лекарствами я считаю же моя еда так а ты ничего не скажешь полезного вообще вопросы что с эпидемией что ты мне говоришь о эпидемии мэрс крэйн я вышла в отношениях снижая в Европе каждый день люди не знают как плохо это происходит письма не скажет они не скажут не так как война начинает новости на фронте сказали что спаническая флата была под контролем в принципе в Британии Это было за время, но это было только последний сентябрь, он вернулся с венженцем только один месяц назад. Это было время. Редко это вообще, по-моему, единицы людей так делают. Раньше люди ходили с книжками, некоторые тоже были случаи, но вот прям чтобы кто-то ходил читал, это вообще уникальные события. Ну я, по крайней мере, ни разу в своей жизни не видел, что кто-то шел и читал. Ездят, да, в электричках, в автобусах там читают, но в автобусах обычно плохо читать, потому что все трясется. У некоторых еще и укачивают от того, что они читают. Нет, столбов не собирал. У меня очень хорошо прокачано периферийное зрение, я прекрасно вижу все, даже если иду и читаю. Тем более, что экранчик телефона, он же маленький, ты же не книгу так вот перед собой держишь. Я, естественно, проявлял безопасность, дорогу переходил нормально и так далее. В основном это были долгие переходы, скажем так. Когда надо было идти через лес по тропинке? Этот хоспитал был создан, чтобы помогать из-за немногих и нужных. Но после войны и карантин, мы были все манера людей. Можешь ли ты быть более специфичным? Ну, ветераны, молодые, док-производители. Мы даже имеем несколько пациентов. Я заметил, да. Вампиры, вот это вот. Кстати, что вы думаете о вампирах? Сестра Дороти Крейн. Сестра Дороти Крейн. А как же субординация? Доктор Рид, мы не имеем денег и ресурсы здесь, в Пемброке, как они делают в Северном Энде. Мы делаем, что мы можем. Как же там выделено красным кружком? Ясно, очень-то это как-то просвучало сухо, я бы сказал. До свидания, Аллигейтер. Студент, тебе медосмотр случаем не нужен. Почему мне дали белый халат? Я хочу белый халат. Пожалуйста, вы можете рассказать мне что-то о себе? Я огромный обмиритель вашей работы, связанной с кровью трансфюжи, доктор Рид. Я делаю свои эксперименты, я уверен, что это будущее. Что сделал вы выбираете быть доктором? Я не жален, что ты и твои работы меня впечатлили. Я очень рад, что у тебя есть возможность работать по твоей стороне. Хотя, если вспомнить в Empire The Masquerade, там разговоров было еще больше, раза в три, наверное. И еще куча чтений всяких записок, компьютеров, которые можно открыть. Боже мой, там можно было вообще залипнуть, как нихера делать. Она была такая кривая. Бедная тройка Games, по-моему, эта игра их и уничтожила, если я правильно помню. Но была крутая, в своем роде. Так. Что? Ставьте лязь! Исследования изматывают. Я вообще не понимаю эти ответы, на самом деле. Потому что иногда он говорит вообще какие-то странные вещи. Да, они после Маскарады закрылись. А ведь они в свое время сделали Арканум. Кстати, я все хотел Арканум перепройти, потому что я его проходил давным-давно. На читах. Ну, то есть я вообще был мелкий. Играл где-то в компьютерных клубах. И я ничего не понимал, как это все работает. Что происходит, как в это играть. И тупо начитерил там себе, короче, и прошел игру. Просто, чтобы ее пройти. Но она была прикольная. Сетинг там, конечно, уникальный вообще. Да ладно. Да, это врач лечит того чувака с рукой. Он и вот этот вот черт, который меня ненавидит. Тридцатилетний хипстер, ученый, медик, на которого все мордцы. Но я бы не сказал, что ему 30 лет. Мне 30 лет, а вот ему, я думаю, побольше. Хотя, черт знает, на своего возраста никто не сказал ничего. Он-то, конечно, позрелее меня выглядит, понятное дело. Но я-то в войне не участвовал. Интересно. Что ты думаешь о докторе Аккроиде's аверсии к модернему миру? Он не помнит. Это так выбивает из атмосферы. Я уверен, что это правда. Но, на мой взгляд, конечно, всегда должен быть баланс. То есть, есть люди консервативных взглядов, есть люди радикальных взглядов. Должен быть какой-то баланс, чтобы они друг друга немножко уравновешивали, притормаживали тех, кто слишком смелые эксперименты хочет ставить. Ну и чтобы застой от уже не было. А то легко забыть, что медицина все-таки предназначена для лечения людей, сохранения здоровья, а не для того, чтобы экспериментировать на них. Ты выглядишь довольно-таки оптимистичен. Это очень редко и дешевая отношения в этих тяжелых временах. Я уверен, что эта эпидемия является тестом. Тестом для удовольствия и демокации для нас, мужчины с научной. Вопросы остаются о том, чтобы решить ситуацию решить. Правда, правда. В сентябре, в первой эпидемии, я говорила с Милтон о том, что еще работа. Мы не смыли, сейчас. Ты нужна помощь в том, что-то в частности? Ну, да, может быть. Я ждал для патча продуктов, что я купил для меня личного исследования. Но мой депутат seems to have vanished. Ты хочешь, чтобы я играть по тебе? О, нет, доктор Рид. Но если ты поехал лично в его работе, то с твоей репутацией и все, он не дарит, чтобы не раздевать продукты, которые я нуждаю. Я вижу. Ну, дай мне адрес, чтобы я могу перейти. А не наркот... Не на наркоте, для этого паренек, случая? А то, может, он как Булгаков на морфин подсел. А я его уже спрашивал, да? Таааак. Подожди. Это мы уже спрашивали. А техники переливания крови. Да пипец, это жутко. Арви Федик – это пациент, который болит от сильной болезни, которая могла его разрушить, если он не обрабатывается правильно. Я уверен, что ваша техника крови-трансфюжная техника может помочь ему. Что это, что ты реально хочешь? Чтобы спасать его? Или чтобы проверить вашу точку? Дорогая вопрос. Котики, блин! Я не хочу ничего, чтобы спасать мою пациентку. Смотрите, что они делают там. Вот это, ну, создайте. Сделано видно, конечно. Не знаю. Сидит оно. Там мелкая залезла под покрывало, а большая сидит и перебонькает сверху. Да, Булгаков на морфине сидел в свое время. Он уже потом написал записки юного врача. И там в одном из эпизодов описывалось, как он... Нет, вру. Он написал рассказ «Морфий», где главный герой встречается с человеком, с доктором, который подсел на морфий. Вот. И по факту он описывает себя самого. То есть Булгаков был врачом, вот, работал в глубинке. Там у него много рассказов юного доктора со всяких там операциях и так далее. Вот. И он в одно время принял морфий как лекарство, ну и как водится, в общем-то, подсел. Потом вроде вылечился. Но вы думаете, откуда он мастер Маргариты написал? Просто так, что ли? Так, вы должны быть беспристрастны. Я что-то уже забыл. Вот. Вот. сам по и логику машинкам прайс до блат бонзин флеш там и мистер федекс то и но феста огнявшись вас компрома из показ мистер федек лайк у вас оба тавио оригинами зенчури и фасклинг и позиноксидент по твой вытихать сад крышу информацию фанас мы козли заправ фанта шейнда пути из черных риск показавизем наглядеть так я что потерялся чуть в жена хары погибла хара винить себя за свою травму я пропустил чё собственно с ним случилось он написано ничем не болеет давайте выписывать и он здоров котики бесят меня данный момент своим шумом так нам от этого кого-то надо полечить переутомление этого паренька например да да котики секунду с котиками все порядке ни один котик не пострадал так а мы еще двоих с вами не нашли да получается блин на самом деле это так интересно всю эту социальную муть исследовать несмотря ни на что мне кажется надо немножко изолировать котиков сейчас еще раз секундочку отвлекусь по разным комнатам развести их котики заперты в комнате там они не не будут слишком сильно носиться когда у них есть место где они могут бегать и беситься они прям пользуются этим напропалую так короче пообщались ты у нас страшная женщина в крови а вот просто все тупо на постой ходит в крови я не знаю может она и обмазывается давайте мы дадим лекарство от переутомления так болезни что проверить состояние так дайте лекарство так средства от притомления минус 1 но он ничего себе все равно не рассказывает но может быть его мама не че-нибудь скажете по я по хилю все в порядке ничего не сказать господи но что у них у всех с лицом тут их лицевая анимация как в андромеде стрим не отвалился вроде я просто его останавливал он не остановилась мысль ставил на паузу так ты скажи мне счета сделал с рукой говори тварь пальцем 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 по молотку ударил ну это бывает берешь молоток берешь палец ну я понял возможно возможно жены же нет так и что мы знаем о нем все могу я например его загипнотизировать и сказать ему короче чувак ну я не знаю я что-то опасаюсь нам еще надо поговорить с его другими другим доктором так кого мы еще тут не того а мортимер мортимера мы обработали он тут один сидит в один пациент во всей палате искушение крови не забывайте кровь горожан дает много единиц опыта ищите тех чей уровень гипноза меньше или равен вашим обязательно обдумать свое решение так в итоге я допустим начну гипнотизировать я смогу его не есть например я не хочу есть я бы сожрал этих двух умалишенных в принципе потому что они в общем-то и сами по моему не против неудобно работать с местной картой так чё у нас тут ракеш и ракеш у нас торгаш торгаш ракеш дурати крейн а вот с этим давайте базарнем чё ты его ковыряешь он умер уже наверное твоя проблема что ты занят хочешь тебя смотрю атака а а а а а также а а да у него же просто рука болит все вы там хотите прикинь согласиться через пару тысяч предложений я был выбор не есть но это единственный выбор который у меня было просто даст ли мне гипноз возможность повлиять на разум этого человека чтобы он типа не винил себя потому что в записке который мне подсунул свою как этом сон си было сказано что вампиры такое могут вы примите всю ответственность вы человек старых взглядов доверюсь вашему опыту я хера узнает честное слово а медосмотр не хочешь так задать личный вопрос не знаю пока что-то я как-то я хочу делать этот выбор это такая ответственность посмотрите на ты прекрасная текстура я еще хери я думал не уж прогрузится когда-нибудь мне нихера не поход такие есть так скажите мне тут еще есть дурачи тельма а где а пипка войти с пипкой по базарин существует жертва так не то а я не могу на нее наехать да ты охерела она же тварь для смотр не хочешь никто не хочет моего медосмотра я так был бы с вами нежен так томаса с ним все понятно он наркоман шон хэмптон с ним уже всем поговорили я заблудился подожди подожди неизвестно а я не могу добраться до этой бабы потому что она неизвестно точнее она не известно потому что не могу к ней добавить добраться или чё ну да она сидит там своем кабинете короче делает вещи харви фидик полежи этот черт он же здесь стоял подпирал стену владел сауна нет слышишь ты так отдать кошелек кошелек или жизнь вот и эпидемия с ровно а ретри и джору а вот это маней а сеттен пиктёву я пипа холкинс из майкл а вот и сеттен калорий сеттен калорий подсказка но это мы и так знаем вы вымогать скажи мне почему вы вытаскиваете деньги от каких-то пациентов здесь если пациент хочет утром, он должен платить мне немного денег, это все где ты получила идею для такого нескольких скам? смешно, ты должен спросить, первое время это было от пациента, который обрабатывал меня, чтобы получить утром только тогда я поняла, что я смогу сделать счастье однажды, Нурса Холлера больше, чем твоя любима, она тоже твоя партнер в преступлении конечно, она тоже, чем я могу сказать, в чем я могу сказать, в чем утром я не знаю, что ты видишь, что эта цель срока сегодня люди готовы зарплатить, чтобы получить утром завтра мы можем бороться за что-то что происходит между тобой и Нурса Холлера? ты устраиваешься, устраиваешься от этого б***я устраиваешься от тех сил, которые уплываются ты устраиваешься от тех сил, как у меня ты понимаешь, что вы могли бы обрабатывать хоспитальные стаффы не способны иметь интимные отношения с другими давай, доктор Рид, ты знаешь, сколько правил в этом хоспитале каждый день, чтобы продолжать это идти? ничего не плохого с тем, что мы делаем во время войны я видел несколько партнеров, как ты пришли вместе в сложных ситуациях это может быть очень длинно, но он настолько размазанный, что я даже не могу различить рисунок и это все, что важно да, я понял, что как вы друг друга поддерживаете бабулюшку гребете лопатой а сколько надо, чтобы его загипнотизировать ясно ты знаешь, что дурция Хоукинс думает, что уехать хоспитал? это не сюрприз мы уже говорили о ней это не беспокоит тебя? иногда я думаю, что она может быть правой мы должны уйти, где мы можем вопрос где мы можем идти? где он безопасен? почему ты имеешь такую медиокрую репутацию между людьми? я не понимаю никто не знает, что я видел хорроры, когда работал здесь эта город была заблокирована долго после эпидемии, доктор Рид я знаю, что это сложная задача, но исправьте меня, если я не ошибаюсь это не работа, которую вы платите? я видел ребенка, которые остались, чтобы умереть, когда их братья были правильные подростковые девочки и мальчики оборудованы по всему миру я извиняюсь, что я не знаю, что сказать да, точно мы не имеем слов извините меня, если я не смотрю на светлой стороне жизни так, а что у тебя можно купить? а, я уже смотрел, что у тебя можно купить в принципе, можно его спокойно сожрать мне кажется, он ничего особо интересного не продает ну, кроме вещей для грейда но, с другой стороны, можно и без них обойтись короче, че, че вообще я с ним поговорил? зачем? по полночь в саду добра и зла замечательное расследование, что это дало мне? а, это то, я просто этот квест сделал и все так, эти двое, короче, сошлись в поединке китаец против очкарика очкарик против китаеца Гарри Поттер против Джоу кто победит? никто японский флаг да, с таким размытием, конечно, похоже на японский флаг, согласен но, вроде как, это не он так, пипка пипка, я знаю, что ты очень близко к Милтону Хуксу да, Милтон Хукс – мой человек он не хочет, чтобы он не мог, чтобы он не мог просто себя свободен, доктор я не хочу рассказать тебе, Милтон Хукс, но ты уверен о рисках? правила говорят, что я не позволяю работать как медицина но здесь, в Пембреке, мы все время срабатываем правила он не стоит рисков? хорошо, я не лучшая женщина, и Милтон не самый лучший парень но мы сделаем самое лучшее, чтобы поедать это все, что ни одного из нас может надеться что я не могу их сдать какие шаги ты готова, чтобы чувствовать более полезно? я пока не знаю зато она до сисечки своей подчеркнула, когда стала так может, она права может, это, что я должен сделать давай, иди в охотники на вампиров, я тебя с удовольствием вольну просто если ты чувствуешь, что спасение жизни не достаточно полезно может, это означает, что ты потерял веру в стране моя вера никогда не была сильнее может быть, мы все просто рады, чтобы бороться с тем, что science не может с Богом она просто не хочет на меня смотреть она знает свою вину может быть, что он подчеркнула ваш взгляд для Милтона любой изменения означает более комфортно и более комфортно я не согласен Милтон исправит пациента от своих денег в этом хоспитале, Пиппа ты его сотрудник? да, я это твоя definительность быть полезным от оборудования больных и плохих нет это моя definительность от этого полезного жизни раз и для всех почему ты это делаешь? почему не большинство больных, которые платят за кровь уже мертвы или скоро я не знаю в целом медсестричка я тут, сука, у вас всех порядок наведу всех выгоню поганой метлой понажирают тут понабирают по объявлению с купленными дипломами кто была идея? какая разница это сделает? мы сделали это вместе и я вовремя, как оборудование отвечай мне вопрос это была моя идея первая даже если Милтон бы сказал, что это его чтобы защитить меня яс всех сдам наверно, если получится goodbye может сожру их Криса в больнице поговорить с Эдгаром Свонси что? крыса в больнице? что это значит? тут все воры и обманщики согласен вот ты лично вор или обманщик есть что-нибудь новое? ничего давайте его загипнотизируем ради интереса нет, это не так делается у меня он просто наименее интересен среди персонажей ты теперь птичка не обращайте, пожалуйста, внимания я веду пациента лечиться куда я его реально веду? это типа темное место, где его можно съесть ясно тут, короче, вариантов сожрать нет варианта загипнотизировать, чтобы он принял свою долю, так сказать беспалевно, да, увел пациента такой, а куда делся пациент? а его доктор Рид увел в темную комнату и больше он не вернулся и там его труп лежит как же так получилось-то? никто ничего не догадается никогда хватит ставить эти метки, блин ясно, я могу это повторить? например здорова здорова ну да, вполне тогда хер его знает зачем все это? я тебя сдам ну или съем одно из двух может быть даже вас обоих сожру господи это кто? ты кто? а это этот пёс ахахахахаха так это мы слышали давайте что-нибудь может соперничество мешает там судить и ты не боишься, что твоя ривальность с Стриклендом может тебя сломать? ривальность? я думаю, что это можно назвать но я никогда не стану ребенком чтобы позволить мои личные ощущения влияние моего права почему ты желаешь проводить эту операцию? я сильно верю что ну на самом деле я ему доверюсь больше чем чуваку, который хочет поэкспериментировать как же и лечи я реально надеюсь, что ты прав о том, доктор Акроид я верю в твои решения я не верю в твои решения я не верю от его ответственности, доктор Рид нет нужды, чтобы тебя смотрят на меня да ты бесишь, сука, я тебя втащу сейчас что у него вообще подсказок нет с другой стороны тут по личным вопросам еще дофига всего я на самом деле сижу и думаю а нафига я этим занимаюсь? по сути, я же никаких квестов таким образом не выполняю я просто увеличиваю их стоимость, если я их буду жрать вот в чем дело добрый вечер и добрый вечер мне это нравится этим заниматься но я вообще странный человек так ну все мы у него спросили по-моему все что можно можно вот опять загипотизировать короче но как-то повлиять на происходящее в том плане что а слушай мы же еще должны с Типпенсом были поговорить который проводил операцию и у него там что-то с дозами было не так я бы еще помнил где он а вот он как раз таки стоит а вот и медсестра та которую я искал да не для тебя а медосмотр не хочешь в смысле в смысле кто этот пациент я не знаю я не знаю какой-то болезненный человек из дозы может быть и медсестра я не был времени поговорить с ним нет никто не искал тело почему не прекратить ты милый? я убил этого человека я предупреждал и это не произойдет но я спасал так много лет до того ясно я все тебе знаю нет не все смотри тут еще до хера информация блин тут можно сидеть в этой игре просто часами изучая личные дела всех этих пациентов я знаете кого себе напоминаю я короче как этот чекист тут этот СБУшник или как там не СБУшник ФСБшник короче хожу тут понимаешь записываю дела шью обо всех а это что такое так там медсестра уже срулила пока я то-сё то-си-бой-си алло женщина доброе утро доброе утро я доктор Jonathan Reed новая пациентка в Пенброке доктор Сванзи уже говорила нам о тебе я доктор я доктор Браниган позвольте в Пенброке он действительно хорошо это хорошо что я не успел оставить низкий профиль все сотрудники уже читали о твоей новой технике доктор Сванзи уверен я понимаю ну немного но я думаю я просто должен с этим неожиданным вы должны знать кровь трансфюзи это основное основное исследование он уверен в будущем как здесь нет не Но я в порядке Как дела здесь? Не хорошо Извините, доктор Вы думаете, что этот хоспитал может преодолеть эпидемию? Мы все волонтеры здесь И мы пытаемся держать быстрее Как мы победим этого неизвестного убедителя? Некоторые лекарства уже разрушили Я знаю еще парочку, которых надо уволить Ну одну, по крайней мере Я с ней последний говорю среди всех ее коллег Доктор Суанзи имеет подарок для рекрутирующих талантов Многие? Есть ли есть проблемы, которые я не знал об этом? Было бы неправильно для меня говорить о больном коллеге Есть ли кто-то, кто встанет? Ну, я никогда не встретил кого-то, как дедикатый, как доктор Типпеттс Он должен быть стандартным для нас всех Если только он был милым Почему его дождь должен быть проблемой? Я думаю, что правило сказать, что он всегда Пустигает себя на границах Он просто не знает, когда остановить его и получить немного отдыха Нурция Брэннеган, если ты знаешь что-то, пожалуйста, скажи мне Что-то, что ты говоришь, будет держаться в комфорт Я сделала неправильный комфорт Но в конце концов, все люди делают свое здоровье Почему доктор Типпеттс считает, что ты главная причина, что он продолжает работать, во-вторых его тяжелых Если это не было для него, я, наверное, оставил Пенбрук лет назад Доктор Типпеттс не думает о тебя как только медицином, а он? Если ты предлагаешь, что он не берет мою гендерку в внимание, когда относится к медицинской практике и знания, я очень надеюсь, что он не Да, она смотрит в камеру Это первое, чему отучивают, скажем так, делать студентов в всяких актерских училищах Никогда не смотреть в камеру Поэтому посмотрю, как я в камеру Я знаю, что его ошибка вызвала смерть у пациента Если бы я не удерживал его гендерку, то доктор Типпеттс бы был выстрел из этого хороста Я не могла позволить это случиться Ты не позволяет позволить твоих эмоций диктировать свою деятельность в связи с пациентами, нерс Брэннек Посмотрите вокруг тебя, доктор Рид Вы действительно думаете, что мы сможем потерять невероятного практичного, как доктор Типпеттс, в нашей ситуации? Я не понимаю, почему нужно было это скрывать Ведь врачебная ошибка, но это существует, да И обычно за врачебные ошибки врачи, если это доказано, что это не преднамеренно, ну, как правило, их не осуждают за это никаким образом Потому что у всех врачей бывают ошибки, и это реально, и они обычно это очень сильно переживают, но со временем Это становится Не то, что нормальным, но Как-то К этому привыкают, наверное Вы не имели права Да хер узнает, я не знаю Английские законы Может быть, ты сделал это с лучшими мечтами, нерс Брэннеган, но ты взял огромный риск Я должен вспомнить, что человек умер Ты имеешь в виду, что никогда не совершил ошибку? Никогда не удалил твои страницы? Давай, доктор Я не родился вчера Ясно Понятно Расследование завершено Или нет, или еще не завершено Короче, Гвинет не сообщила Не сообщила вообще мне ошибки, но мы можем сейчас с ним побазарить Пообещать скрыть Ээээм Ну хер его знает Готов ли я скрывать Пока эти вещи Короче, полная больница каких-то Мудаков Ну в принципе я понимаю Не самое респектабельное место Неизвестно А это кто? С ним нельзя разговаривать Почему он просто неизвест Почему он просто неизвест Сто умешает Сто умешает, думаешь? Не исключено Так, где этот доктор-то, типец? Мортимер восстанавливается Это хорошо Восстанавливайтесь, пожалуйста Мне как-то особо повлиять Не могу даже на происходящее Эти двое неплохо спелись, я смотрю Так Вы измотан Это обвинение Ты измотался Нет Мы должны продолжать восстанавливать все эти плохие души Мы последний рампорт, перед каосом Однажды больше всего мы сможем Ты сейчас, по-моему, последнее издыхание Исполчишь Дыхание, в смысле Тестра Браннаган беспокоится Нерс Браннаган Восстанавливается о тебе, доктор Хм Она не должен был сказать тебе Я не могу сказать, что ты не должен обвинять ее за свою честность Я не такой человек, мой дорогой Чонасон В самом деле, Нерс Браннаган Восстанавливается единственное, которое я могу слушать Я тебе поэтому и сказал Слышь, иди отдыхай, быстро Песишь Ладно, я еще поузнаю о тебе Потому что мне недостаточно этой информации, чтобы прям взять и начинать Скрывать Хотя я вообще не понимаю, почему они скрыли Ну, наверное, просто чтобы репутацию воспитали Не руинить Грибни Эээ, украешь ты ждай Эээ, украешь Пока ничего интересного мы о них тоже не знаем Давайте попробуем Что-нибудь другое уже сделать сегодня Надо бы, конечно, вернуться к кабинету этого Главврача Но я хочу сгонять в офис Истинный КГБшник Под прикрытием При нем ничего не известно? Думаешь? Это я, истинный КГБшник Под прикрытием обо мне еще не известно Ничего А, это переодевательный шкафчик Поэтому я тут Так много времени провожу Для этого нужна загрузка, чтобы переодеть персонажа Не, он так мне больше нравится Он тогда истинный хипстером становится Не то что этот вот в котелке, я понимаешь, ходит, как джентльмен Так, чего мы можем еще? А ничем мы не можем скрафтить в плане лекарств Лечить доктор, блин, или вылечить никого не может Так Это что-то наносимый урод позволяет получать кровь Давайте вот это вот апнем Так все лучше получено достижение Возможно, так-то оно и лучше И я вообще склоняюсь к тому, чтобы прокачать кол Как не звучит это тупо, но он мне помогает глушить врагов Вот так вот, короче, три единицы оглушения, пусть глушит Тварь Тык Мега кол Ок По поводу врачебной ошибки, ну, наверное, мы еще сможем как-то, общаясь со всеми тут Или находя какие-нибудь ошибки, записки и так далее И выяснить больше информации о всех этих людях Я смотрю, тут они разложили-то обратно Все ингредиенты, которые я украл Знаешь, больница нуждается в лекарствах, а я хожу тут собираю Кадеин О, боже Бедный Йорик В последние декады, так много мистерии с нашими микроскопами Человеческого тела Биология – основной фронтирой Чем больше мы обеспечиваем их причины, тем меньше мы сможем перечислить точную линию между жизнью и смертью Человеческого тела Ты, мой друг, у меня есть ноги в двоих странах Человеческого тела Человеческого тела Какие храбы? Как стимулированно это должно быть? Я бы хотел бы поделиться с вашей энфизиазмом, доктор Суанси Но моя кондиция не требует специфической категоризации Не мертвый? Не живой? Иммертальность не требует логики Я не могу объяснить мою радость в этом середине В ходе событий Человеческого тела в крови трансфюзионах – это вампиры Можно сказать, что подарок из неба Есть поэкспертная поэкспертность в моей ситуации Путичка, защищай себя Извините меня Я был однозначно твоего работа, и сейчас ты много больше, чем прекрасный медицинский. И, пожалуйста, позвольте мне Эдгар. Не стоит извиняться. Эдгар. Ты предложил мне санктурию, когда я не был. Очень хорошо. У меня есть задача для тебя, Джонатан. Что-то, что будет требовать всех твоих новостей. Пожалуйста, идите. Пембрук только проживая благодарность от наших benefactors. Unfortunately, наш главный донор встретился в немного собаке. Если бы ты помогла ее... А spokesman, или политикой, ты нуждаешься. Это не мой цель. И, пока я поймать, что произошло мне, я требую дискретарь. Дискретарь в порядке, Джонатан. Леди Ашбрии recently получила более неделикую корреспонденцию, что, если выяснилось, бы выжить ее положение. И ты бы хотела, чтобы я выжить эту опасность. Это прям... Как у Артура Конанду или Шерлок Конанду. Как там этот рассказ назывался, забыл. Ее девчонка, наверное, рядом с тенцами, тендингом, 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 тендингом. Ну, звучало, конечно, так себе. Письмо от Ракеша Чинада. Ага. Я буду в своей больнице 4 августа. Дорогой доктор Свонси. Я готов управлять временным моргом, как только он откроется. Как я уже сказал, на фронте я был врачом, и буду рад снова послужить в моей стране. Я знаю, что врач для живых и для мертвых это не одно и то же, но мне кажется, что забота об усопших это важно. Будь уверен, я продолжу все силы для того, чтобы исполнить свои обязанности. Относительно моей квалификации. Мне жаль, что я ничем не могу подкрепить свои слова. Я клянусь, что в полку меня сделали врачом, и на фронте я спас жизни многих людей. Если моего слова недостаточно, можете связаться с военной администрацией. Там подтвердят наличие у меня опыта и навыков. И засвидетельствую, что на войне я получил все необходимые для врача знания, даже если я никогда не изучал медицину. Искренне ваш, Ракеш Чанада, бывший врач. Ясно. Подозрительный тип, конечно. Этот Ракеш Ракал. Раджеш. Эк, редкие виды вампиров. Я, как ученый и интерпретатор древних текстов, всегда настаиваю на том, чтобы в ходе поиска тайн мы принимали врачет легенды и древний фольклор. Часто мы совершаем ошибку, принимая имеющиеся у нас знания за неправедшимую истинную на основании этого ТРГ и все противоречащие материалы. Например, мы должны учесть возможность существования еще неизвестного вида вампиров и приосмыслить знания, накопленные нами о различных типах бессмертных. Сколько лет мы считали, что вампир это разговорное обозначение существа, которое мы называем Экон. До того, как четверо исследователей братства нашли в Сибири доказательства того, что вулкоды это похожие на волков вампиры. Окей. Мы считали этих существ мифическими оборотнями. Теперь мы знаем, что это не так. Остальные аракшасы, обитающие здесь на моей родине, а китайские дзянши или пиучены с юга Чили. И даже если не покидать прекрасную Великобританию, как мы должны относиться к историям похожих на летучих мышей женщин, которые иногда летают по церквям со святого Иакова в Лауте. Да, в Сибири у нас трейший угар. Как быть существом, которое обрывочное свидетельство называют кошмар, и которое в 1666 году чуть не задразило чумой весь Лондон? И кто-то такой Нимрод, легендарный и неутомимый вампир-охотник, который, по словам древних британских знакомых, питается только кровью своей жертвой и может выдавать себя как за смертного, так и безобессмертного. Британских иконов. Каких законов? А они чем питаются, я не понял. Говорю вам, брать, если бы мы хотя бы на несколько минут забудем то, что якобы знаем, то неизвестно, что мы еще можем открыть для себя. Разоблаченная ночь, Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Господи, как сложно. У вас тут все с этими вашими братствами вампиров. Письмо с предупреждением. Пепгургская больница, 25 октября. Дорогой доктор Сумгонси считает своим долгом сообщить о своих опасениях относительно случая с доктором Торо Стриклендом и Харри Фридиком. Мистера Фидика госпитализировались с тяжелой производственной травмой. Если не провести правильный курс лечения, он может лечиться руки. Доктор Стрикленд утверждает, что хирургическое вмешательство может полностью исцелить Фридика. Я заявляю, что рука может навсегда лишиться многих функций, если возникнет ослаждение. Наш юный коллега смелый и одаренный хирург, и через несколько лет он, возможно, станет превосходным специалистом. Но сейчас он не обладает необходимыми навыками для проведения такой рискованной операции. Должен ли я напомнить вам об ошибках, которые он совершил в прошлом? Поскольку Стрикленд отказывается меня слушать, я настоятельно рекомендую вам запретить ему проведение столь опасного эксперимента. С уважением доктора Герли Кройт. Сукачок. Но, с другой стороны, блин, тут все не так-то просто. У меня много вопросов. У меня есть только несколько вопросов. Тогда спроси. Окей. Ты говорила что-то о секретной социации. Братарь, если я напомню. Вы можете обладать? Конечно. Я был член Братарьего Братарьего Сент-Поула Столова несколько лет. Мы предполагаем, чтобы наблюдать и опортировать в Англии в Англии, как неопартирующие исследователи. Но ты не боишься меня. И все равно, ты знаешь монстр, который укрепляет над цивилизованной поверхностью. Братарь, который изучил твоего типа за годы. Мы верим, что ты так сверху, как львов для газелы. К слову. Я чувствую, что это не было коэффициентом, который приводит в эту часть города. Есть что-то, что еще не заметило, что ставило эти цепи действия в motion. Че-то подозрительно, ну ладно. Я пока из работы только чуваку дал средства от переутомления. Мегахирург, блин. Мегахирург, блин. У меня нет белого халата, вы мне его не выдали. У меня нет белого халата, вы мне его не выдали. Сволочь, может, у них белых халатов не хватает на всех? Что ты можешь рассказать мне о моей кондиции и о том, как это произошло? О том, как мужчины социации, наш первый шаг всегда начинать с тем, что мы знаем. Ну, забудьте, что я не работаю на этой биске, как и все это. Да, по ходу, дело так и есть. Если не спрятать с поверхностью правительства, в которой ты сейчас находишься. Мегахирург, блин. Он так делает, прям. Я не знаю, что ожидать уже от этого мужчинки. Ты – это вампирь. Ты питаешь, и кровь – это сердце, которая поддерживает вашу иммортальную фрейм. И только живая животная содержит, которое вы требуете. Я ж переливанием занимался, блин. Человек, который мы преследовали и сломали в Каннинг-факторе. Вильям Бишоп, я думаю. Он был вампирь? Он был скал, технически говоря. Добавка раздается за их классификацию. Некоторые думают, что они – это субспеки, а вампирь. Некоторые – это что-то еще. Как они являются? Немного – это субспеки. Этимология может показать, что они – это более легкая спеца – это субспеки. С того, как я знаю, вампирь часто их неизбежит. Просто для осознания. Какие разница есть между собой и... субспеки? Субспеки – это легче, Джонатан. Нафиг меня сделали вампиром? Вот в чем вопрос. Так, все мои много вопросов закончились. У меня, кстати, вообще нет информации об этом. Ой, случайно. Об этом чуваке? Никаких подсказок. Да? Вообще ничего о нем не знаю. Чего-то подозрительно. Так, вот это ему еще можно дать, но я не знаю, где он. Средство от приутомления, в смысле, дать. Я как бы пытался его найти, но его нет. Может, он все там же сидит? Под мостом, где я его и нашел. Учитывая, как бы, лень местных медиков. Ой. Можно, кстати, попробовать скрафтить. Вдруг у меня хватает. Я не понял. А, мне же открыли выход тут. Дескать, иди, занимайся делами. А-а-а! Делами. Цветочек-то умирает. Жалко, цветочек. Ух ты. Блин, раствор гипохлорита натрия мне нужен. А у меня нет его. Я его взять. Гипохлорит этот. Так, этим сшибись. Неизвестно. Там сидит какой-то неизвестно. Нет. А, это этот, который спит. Хлорит натрия, это соль. А это что за алкаш? А, это Кокс. Доктор Рид. Ты еще работаешь на ночь, я вижу. Я люблю это. А почему это? Люди, которые не спят на ночь, всегда выглядят более живым для меня. Больше интереснее. Один или другой. Ты счастлив, что ты жив, мистер Кокс. Я надеюсь, что ты начинаешь заниматься лучшее. Этот город full of sickness and decay. Как я могу лучше в такой дымке? Я увидел. Ты никогда не думаешь о том, плохом паре, я видел, что ты плачь в воду. Плак, который мне дам, ты сделаешь, что я не заберу его. Но все равно не болит. Босса меня хорошо. Этот человек был виноват, чтобы убить тебя. Ты почти умирал. Какая ускорбочка. Первый раз, когда я встретил его, он почти не подсчастил. Блокалец. Я думаю, что ревенция? Я вчера решил убить своего брата. Плохой хрень думал, что бы это было легко, вернуться к правилам. Только сильнейший успешный, тогда? Успешивание на всех ценах, это все, что ты думаешь? Я тяжелый хрень, который ты никогда не встречал, доктор Рид. И я не скажу, что ты думаешь о мне. Как твоя госпитализация идёт, мистер Кокс? Это просто хрень-то место, с хрень-то работами. Но, если бы я занимаюсь, я не могу. Что происходит с Пемброком? Этого хрень-то, что ты сказал, чтобы мне сюда привезли, Милтон. Я думал, что он укрепляет все мои боли, до того, чтобы я достигнула к себе. Понятно. А какие другие умные комментарии? Нурцы не слишком злые. Особенно тот фоксовый, Нурцы Крей. Пссс, ты видел её рот? Хотя, может, тебе такие нравятся. Давай, доктор Рид. Это место, чтобы убежать. Вкусно, грустно и дурно. Но ты живёшь, благодаря тому, что работа и депутатам здесь, да? Что ты ждёшь? Один медаль? Я думал, что спасать Ларз был только частью работы. Можешь быть невероятным профессионалом, я уверен. Понятненько. Смерть вас поджидает. Смерть вас поджидает. Я уверен, что это не будет долго, пока вы их встретите, мистер Кокс. Я не боюсь смерти. Я не знаю, кто я. Я живу мою жизнь, честно. Это больше, чем я могу сказать для многих людей. А кто ты, тогда? Я лидер «Вет-бут-бойс». Один день, я уйду в этом городе и ударю в голову, чтобы я не верю. Побежал такой. Где его увидел-то? А вон. Какой-то мужчина тут притаился. Ты чё тут делаешь? Алло. Пиджак. Чё? Часики нашёл? Пожалуйста, сэр. Мне нужна помощь. Что происходит? Я Блайт, сэр. Ньютон Блайт. Я потерял моего парня. Я не могу его найти в любом месте. Я доктор Джонатан Рид, из Пембрэк-хоспитала. Пожалуйста, поднимайся и дай мне больше деталей. Освальд и я, мы обоих инфанциях, сэр. Мы были в ручке к хоспиталу, но... Чё-то не зовёт, чтобы ты где-то служил. И Освальд уходил к коналу. Сколько долго ты был за него? Я не могу туда. Мои роти через воду. Бл***ь роти. Я не могу их остановить после войны, сэр. Я не могу их остановить. Не волнуйся, мистер Блайт. Многие солдаты, которые живут в тренчах, страдают от муссофобии. Я узнаю, что я могу сделать для вашего парня. Так, какой-то Брайт с каким-то чуваком пришёл. Кто вы? Там у него друг пропадает, но я пока спрошу у него всякие вещи. Я не знаю, мистер, мистер. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, мистер. Это опасная часть города. Что ты делаешь здесь? Мы смотрели в пенброк хоспитал. Он... Мы двоих нужны помощи. Тр... 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 Нихрена не понятно. Все темнят, просто все мутят какие-то, блядь, непонятные, сомнительные типы, короче, кругом. Серьёзно, в головы где спрятался? Ну что, вообще поехавший? У меня есть все информации, которые мне нужны. Спасибо. Да. Мужчина, вы куда? Мужчина, вы куда? Опять я понасталил каких-то точек на карте? Случайных. Хотя, может это мне их игра ставить? На квесты, я не знаю. Вдруг я их зря убирал, офига. Он закрыл. Да ладно Куда он идёт? Вжаймый Вы куда? Я думаю, может он мне дверь откроет Нифига Да Сложная задача для вампира, видимо Перебраться туда Я, короче, фиг знает Что тут, как тут Перебраться, как тут забраться Где его друга искать Слишком размытые у них Показания У этих людей Где тут канализация Я вообще фиг знает Так, а то что я тут телепортируюсь Чувака вообще не волнует, да? Хотя он вроде и не видел Кто это сказал? Так, это кто? А-а-а Нас уже ждут Ждут и надеются Блин, у меня опыта, кстати, уже много накопилось Так, к слову Можно было бы и прокачаться Не спрашиваю, какие у них там проблемы Какие у них там социальные связи Просто режу Требуются медсестры Да-э-э Судя по всему, требуются Куда я вообще нахожусь? Ага Куда-то в Вест Энд пришел Да, это не совсем то место, куда я собирался Вообще-то говоря Ну, давайте посмотрим, что тут Так, еще один Видимо Офига Какой-то жесткий, смотрите Тринадцатого уровня Завались Офига он Толстый Ё-моё Чуваки Двенадцатого уровня Я тут вообще-то, по-моему Страх потерял С такими биться Ничего Они-то регенить не могут Стукнись Воу Какой-то Вообще наркоман Нурежь ты его Подожди Ом Ном Ном Стоять у тебя Видел у меня Из руки Вылазит Какая-то хрень Кентакля Но он-то, конечно, видел Последнее, что-то видел В своей жизни, конечно Так Я понял Вас тут дофига Мне просто показалось Что отсюда можно Как раз-таки попасть Вот сюда Куда убежал его друг И оно, в общем-то Ну, если это сюда Убежал его друг Я просто не уверен А, может, надо было Чутье поюзать Но с другой стороны Чутье мне ничего А, вон, врага Блядя Чискаль Походу, его друг-то Того Немножко Превратился в какую-то Ебаку Да задолбали закрытые двери Я не могу Просто Раздражают Ничего не открывается З закрыто Так Какого там уровня-то Пятого всего Может, он превратился В скале Его друга Непонятно Задания вроде Никаких Нет Все Позакрыто Опять Тоже Закрыто Мне кажется Я здесь был Раньше Ну да Сундук-то Залутанный Значит, был Так Что-то я потерялся Может, пойти Еще с ним поговорить Хотя Как-нибудь К нему Пойду Сейчас Обходить Все Опять Двери-то Не открываются В принципе Пиально Здесь Бегает Как придурок С этим ножом Заткнись Тварь Ого Десятого уровня Врагов Так-то Укладываю Не могу Сказать Что они Особо Сильные Если я Еще и Прокачаю Свою Обилку Рейнджовую То я Вообще Буду Их Вшатывать Это Нехер Делать Может Этим Заняться Да Опять Все Позакрывали Ничего Не понимаю Че тут За кровь Да я Пришел Я здесь Был Не был Не знаю На район Больницы Кстати И тут Закрыто Да Чтоб Тебя Перекоречив Пыжило Как же тебе Зайти туда Можно Карантин Понятно А у нас Так понимаю Иммунитет Нынче К болезни Судя по всему Да Че ты там Размахался Дебил Получи Блин Так много Дамажит Топовая Обилка На самом деле На данный момент Единственное Что Откат Есть Не так Серьезно В принципе Я просто пытаюсь Найти Может быть Там есть Какой-то Другой Вход В это Убежище Пройдя Через Который Мы Откроем Дверь Но Как-то Это Пока Что Нет Тут Два Входа И Оба Закрыты Как Не Крути Вариантов Нет Может Мы Потом Сможем Открывать Как-то Закрытые Двери Пока Что Они Просто Бесят Еще Какие-то Мушинки Нарисовались О Растворы Как раз Такие Которые Можно Заюзать Правда Я не знаю Стоит ли Лечить Этого Кокса А то Он Как-то Не особо Мне Нравится Не особо Благодарен Скажем так За лечение Ох Ты Мразь Блин Больно Ушатали Так-то Ну Кого Ты Бьешь Дебил Этого Бей Пацана Все Съел Как они Меня Распознают Среди Обычных Людей Я просто Чувак Который Ходит Ночью По улице Я же Даже Не охотчист На людей Вампиров Может быть Иммунитет Но они Может быть Пассивными Разносчиками В общем Таверно Вытащил Из Парня Чего Там Кто-то Орал Но Зайти Туда Не уверен Что Получится Чего К ним Подкрадывайся Просто Тебя Вшатаю Да и все Правильно Стреляй Своего Подожди Да я его Убью Нет Вау Парень Успокойся Да ты Задолбал Зарезано Так Там дети Плачут А я так понимаю Что местные Жители Двери Не откроют Никому Ночь Да и днем Может быть Тоже не особо Иногда Трудно Заметить Места Куда Можно Телепортироваться Потому что Они Очень Специфично Расположены Подобрал Это кто Так Неизвестно Ты Кто Родной Здравствуйте Ты зачем Встреляешь В окно Кто Ты Не Видишь Я Путин Доктор Джонатан Рид Это Кто Ты А Кто Ты А Трудно Скажи мне о твоей группе. Что? У тебя есть смерть, Уис? Ты реально хочешь мне ответить? Ну, да. Ты выглядишь так рада о твоей статусе. Почему не скажи мне, кто ты работаешь? Ой! Мой босс, да? Мой босс работают для меня. Все они. Ситуация вокруг здесь лучше, чем в других районах, потому что мы. Потому что я. А, в пор, да? Понял? Так что ты интересен криминал, да? Уживая смешные чеки про меня и моих ребёнок, а я... Черт, ты должен взять какие-то боссы. Я видел многих мужчин, как ты, во время войны, мистер Дигви. Гридные маленькие мальчатки, которые питаются на спирте. Я мог бы убить тебя, за это сказать. Но, нет. Ты был солдат, я не могу поверить это. Что ты мне можешь сказать об этом городе? Все вещи не так плохие, благодаря нам. Мы дадим людям, что они нужны, и мы контролируем эту боссу. Ну, ты не делаешь очень хорошую работу. Люди все равно умерут здесь, как и везде. Да, ну, мы не можем быть везде, все время. И если Вейна говорит, что если мы можем найти больше оружия, то мы можем быть более эффективными. Больше эффективными? В реальности? Ты должен, наверное, рассказать Эдвине, что оружия не нужна против заболеваний и инфекций. Великолепно! Ты знаешь что? Ты счастлива, что она не слышит тебя сейчас. Она более умная, чем пациентная. Мой сладкий куриц. До свидания. Мы в порт забрели, по сути. Вернулся я туда, где мы изначально начинали игру, но только тут немножко все по-другому. Это вот она, да? Так одета прям в шляпку. Да, что ты продаешь? Так, патроны и запчасти. Ну, такое то же самое, что и Милтон, кстати, загоняет. Понял. Так, а ты не хочешь купить? Блин, они не хотят покупать оружие. Вот что меня печалит. Я его даже разобрать не могу. Запчасти. Так, подожди, мы не поговорили еще. Сейчас буду с бандитами еще общаться, тут ходить. Что ты можешь рассказать мне о твоем работе? Я бизнесмен. Я покупаю и продаю вещи. И я отправлю моих бандитов с бандитами после кого-то, кто не играет хорошо с меня. Гангмембер и бандитов. Не может быть легко проводить дважды. Если ты интересен, я могу найти использование для доктора кто может свободно ходить в городе, ты знаешь? Ты довольно простой, да? Я люблю люди, которые знают, что они хотят, и говорят, что они думают. Это время для хорошей возможности для тех, кто готов к обрабатыванию их destiny. Я не интересен в карьере в криминалном мире, Мисс Кокс. Думаю. Иди отсюда от нас, если ты не хочешь уничтожить, или worse. После моего возвращения от войны, я не чувствую себя так, с уничтожением, ножки, или даже бандитами, если ты должен знать. Это именно то, что уничтожитель уничтожительный уничтожитель после того, что он уничтожил нас. Буто и я его вспомнили, что он уничтожил, что он уничтожил, что он уничтожил, что он уничтожил. Что ты можешь сказать о этой части города? Ты не можешь верить нищегося к этому. Счастливо, когда ты зашелся к полу, ты можешь уверен, что какой-то пикарел будет обеспечивать тебя. В реальности? Ты не думаешь, это немного эксцессивно? Танцы. Все они. Танцы. Эта регион только отвечает на войну и вред. Вы звучите, что ты думаешь о чем-то в частности. Возьмите из Суворк. Они должны платить мне каждую неделю, но выглядит, как они забыли, кто дали им разрешение отмечать из-за отмечать из-за мертвых. Это... Это новое лоу. Что-то. Эй, а если ты доктор, может, ты можешь обеспечить эту оборудовую и напомнить этих бастерей, что они не ай, 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 как это. Да, доктор, как это. Как это. я говорю, это макс, как я, как это. Что случилось, точно? Не знаю, а не важно. Один из нас убили из коммунистис, чтобы не разобралась в прошлом. Так, вы не понимаете, что действительно произвел, но вы его не эксклюхировали. Никуда в том, доктор, это нашли Понятно, бандиты, чё делать-то. Понятненько. Похоже, был недотрах. Диагноз ставлю. Ты не так легко удивляешься, мисс Кокс, ты можешь говорить свободно о твоих любимых, если ты так желаешь. Плохой бандиты мне хорош, если ты должен знать. Он делает меня чувствовать хорошо. Он должен быть первым. Так, ты как любая другая пара, после всего, не так? Да, мы так обычные, что я бы поставил бутылку в его голову, если бы она не могла. Да, понятно. Зачем я это спрашивал, без понятия. Так, ну ладно. Зачем я ещё про них спрашиваю, блин, у меня такое ощущение очень странное, что разработчики этой игры, они очень много уделили внимания NPC. И они такие, знаете, сидят такие, блин, во всех играх NPC, там, говорят три с половиной фразы, если они не квестовые, там, какие-нибудь сюжетные персонажи или, там, напарники и всё. А давайте сделаем игру, в которой каждый, короче, NPC будет, там, с персонажем своей огромной историей. И взяли и сделали. Ха, смотрите, dead inside. Прям какой-то, walking dead. Просто вопрос теперь в том, а нафига вообще всем эта информация мне нужна? Зачем я с таким тщанием, ой, собирая всю информацию о каждом, это мой досье о каждом человеке. Ослеплённый скалью. Хэгэ Гриффин какой-то. Так, а эти парни меня сейчас не ушатают в случае, а? Ой-ой-ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пацаны полегче. Да нет вроде, не так уж они и сильны. Я не могу его оглушить, видимо, да? У меня всё очень плохо. Да, блин. Ой, мне больно. Блин, что-то муть, муть. Мутненько тут у вас. Мне кровь нужна, но я его уже не оглушу. Вау, ты охерел? Ну всё, у меня уже крови не хватит на обилку. Чё за Гриффин? Зачем я его убиваю? Какой-то именной чувак. Да блин, подставился опять как дебил. Да сука! У меня же стамины хватает, чё я не дерусь. Нормально. Всё. Ух! Да, у меня при ударах меч тоже фармит кровь. Зачем они реально мне отвечают? Да, согласен. Очень странно, что они мне вообще отвечают. Просто с какими-то бандосами разговариваю. Они, блин, начинают мне заливать про жизнь. Баба рассказывает про своего любовника. Полный шиздец, короче. Список доктора Стрикленда. Заказчик. Доктор Тора Стрикленд. Пембрукская больница. Так, медицинский опиум, гипохлорид, наргия. Ну, в смысле, он ничего особо тут. Морганцовку он заказал. Ничего такого, серьёзно. Типа опиум это плохо? Ну, мало ли. Может, он просто как наркоз его использует при операциях. Ну, это был довольно напряжённый файт. Не сказать, что прям сложный, но... Очень приходится... Я прокачал просто меч на фарм. А, крови. Я, кстати, уже забыл про это. Нет нигде убежища. Я уже, оказывается, стримлю почти 6 часов. Даже не заметил. Игра-то, на самом деле, довольно залипательная, оказалось. Несмотря на все свои какие-то прям определённые огрехи технические. Играется довольно весело, я бы сказал. Ну, не то, что прям весело. Не из весёлых, наверное, игр, но... Она реально затягивает. Тут даже не столько в боёвке дело. Хотя, в принципе, сражаться тут не сложно. И так больше тактически какая-то часть присутствует. Против нескольких противников начинает доставлять сложности боёвка. А мне нехорошо. А мне нехорошо. А мне нехорошо. Так, куда я забежал? Мне надо в больницу. В госпиталь. Я же поспать успел в середине стрима. Это закрыто. Да, опьян для никого. Только для нас. Пойду накрашу губы гуталином. Так, здесь у нас Пембургская больница. Я не очень, конечно, ещё ориентируюсь в этой больничке. Всё очень странно как-то. Сейчас мы выйдем в сад, получается. Все в сад. А здесь никак наверх не протануться. На леса, типа, и домой к себе. В комнатушку, нет? Жаль. Ну, очень такая, знаете, игра малоэкшоновая. В том плане, что большую часть времени ты всё-таки здесь болтаешь ходишь. И делаешь какие-то квесты. То есть не особо зрелищная. Не особо, наверное, интересная, чтобы её смотреть. Но вот так вот играть, в принципе, я что-то пока не пожалел, что потратил на неё определённое количество. Блин, я зашёл в морг. Не знаю зачем. Не пожалел о потраченных деньгах, если честно. Чё-то такого у меня, наверное, и не хватало в последнее время. Ходишь. Фармишь. Разговариваешь. Новый сеттинг. Как бы куча персонажей. Не знаю. Я думаю, что через какое-то время надоест. Разговаривать со всеми просто персонажами. Потому что здесь каждый NPC с тобой стоит разговаривать по полчаса. И ты уже просто начнёшь их крошить в капусту. Я бы на самом деле даже сделал за какое-нибудь злобное прохождение и поубивал вообще всех. Так, это тоже в морг, да. Чё-то лежит. Но, с другой стороны, пока что меня прям не тянет делать злое прохождение. Потому что, ну, пока хочется скорее наоборот как-то больше узнать вообще о ситуации в этом Лондоне. В этой вселенной. Кто все эти люди, чего они добиваются там. Что будет, если мы будем идти по хорошей ветке всё-таки. Блин, я потерялся. Так, мистер как его там. Так, а это-то кто? А, это пациентки, которые лежат. Или чё, или кто это? А, меня сюда не пускают пока. Ой. Тебе норм? Так, с тобой всё понятно. Ты ничего не хочешь от жизни. О, можно украсть что-то. Там, видимо... А где там? Так, ты мне нужен, да, очкарик? Ты их чё мучишь с опиемом? Тварь. Я расположил в магазине, но он был вандализован. И владелец не потерялся. Все, что я нашел, было твой ордер. Я боялся о таких плохих новостях. Люди так дешевые, что они готовы, чтобы бургалить в магазине для дракона. Это довольно лист, которые вы ордерлили. Опиум. Содиум-хайпоклорит. Это не может быть просто болезни, которые вы пытаетесь вызвать. Это дредственная инфлюенза, конечно. Я уже делал несколько тестов на успешных случаев. Так, без успеха, я должен сказать. Ты понимаешь, что вы могли создать бургален зеркалом без правильного доза? Тогда есть другие правила правила. Это не право для любого медицинга, доктор Рид? Однако, если вы согласились, чтобы это улучшить, я бы рад, чтобы принимать вашу помощь. Так, как вы предупреждаете, что с твоими экспериментами, я могу попытаться собрать эти средства. И даже помогать улучшить их. Это все, что я просил, доктор Рид. Это все, что я просил. А че? Шо? А че? А че? Шо? Аккроид действительно сказал, что вы не имеете в силу, чтобы выполнить эту операцию эффективно. Есть ли что, что вам нужно сказать об этом? Это неправильное предупреждение. Доктор Аккроид секретно обвиняет вашу репутацию. Его железо обвиняет его. Я не настоящий таргет здесь. Я хочу знать о этих секретных тестах, Юран. И если они смогут избавить людей от этой эпидемии. Скажите мне сейчас, Таро. Я знаю, что я может звучать предупрежденно, но я просто следую за твои шаги, доктор Рид. Я выбираю волшебные таргетки, пытаясь их проработать. Доктор Аккроид секретно обвиняет нашу работу, мой молодой коллега. Но только если вы обвините с правильным значением. Но ты никогда не ошибаешься, доктор Рид. Я читал все ваши артиклы и книги. Вы делали наиболее старые исследования во время войны. Ты не можешь быть серьезным. Ты должен остановить это, перед тем, что вы потеряете себя. Наши жизни здесь находятся, помните? Я компетентный доктор, и моя ценность уже доказана. Действительно, я повернул, что слышал о тебе, во всем этом, что говорили так много от меня. Я еще ничего не сказал тебе плохого. Так, ну, видимо, все. Так, хер его знает, короче, все бесите меня. Не могу. Так, а это кто? А, это, видимо, его братюня, да, который пропал. Слушай, я не могу его найти, сорян. Я не могу позволить Стрикленд поставить его пациентам в риск с опиемом. Может быть, украденная формула будет больше эффекта плацебо-эффекта. Хе-хе, окей. Плацебо это я завсегда, да. Так, подожди. Я украду здесь... Нет, не выходи в дверь. Так, это кто? Тельма Хоукро... Не, подожди, ты. Я забыл, кто это. А, Гусвик. Так, про шантаж. Ну, я не знаю, откуда учителями о шантаже взялось, что-то забыл. Доктор Ри, ты пытаешься обвинять от меня? Конечно, не, миссис Гусвик. Я просто curious. Ну, пойди curious в где-нибудь. Пизда. Тебе не нужен медосмотр? Ясно. Так, ничего мы о ней не знаем. Не можем на нее давить. Можно я кого-нибудь пошантажирую? Как ты? Я в порядке. Ну, в порядке. Ты слышал грамоти о шантажах в этом хостеле? Нет. Нет? 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 Спасибо, доктор. Нет. Вылечено? Доктор. Доктор. Что-нибудь с горлом все-таки интересно. Она еще красная. Стремная. Добрый вечер, мистер. Добрый вечер, доктор. Нет? Нет? Так, подожди, а че? А че? А че? А че? Нет, ничего интересного мы не скажем. Как же интересно разрешить вот этот вопрос на тему. Я никогда не мог бы оставить ничего от него. Пойди, мы можем обрабатывать это. Так, ты кто? Стрикленд. Подожди, а что за старая мисс Джонс, о которой шла речь? Добрый вечер, мистер. Так, ты ничего интересного сказать не можешь, на медосмотр не соглашаешься. Да, да, да. Расскажи мне все свои секреты. Вы слышали о том, что происходит в этих стенах? Нет. У меня нет времени для Мортал-геймов. Мои секреты не менее их понимания, доктор Рид. Да. Я с... Да не с тобой, иди с своей кровью, блин, нахер. Дай мне мужика со шрамами. Лицо со шрамом это. Господи. Что ты такой страшный? Верно, доктор Рид. Напоминает мне Харви Дента. Кто такая мисс Джонс? Она знает все. Да ладно. Джессика Джонс или кто? Кто это? Давайте глянем по этой муке. Госвик. Пипа Хокинс. Бранаган. Кто такая Джессика Джонс? Я еще не знаю. Все меня к ней отправляют. А там, кстати, она сидит какая-то, баба. Непонятно. Но... Да, Гули из Фоллаута, кстати, тоже напоминает. Я про него, наверное, и думал больше. Так. Так. Добрый вечер. Добрый вечер, доктор. Ты слышал о каких-то утомлений? Я нет времени. Мне кажется, тебе надо передохнуть, чувак уже. Ты что-то слишком заспасался уже. Добрый вечер. Я, кстати, не забыл, я скрафтил лекарства от переутомления еще одно или нет. Где-то мой саквояж докторский. Нет. Да, я не крафтил. Надо бы закрафтить что-нибудь. И вылечить этого чувака. Может, он мне тоже что-нибудь новое расскажет. Пойду, короче, в свой кабинет. Палатки не здесь. Да, они лежат неизвестно в палатке, но с ним нельзя говорить. Кто такой Джонс? Я тоже не знаю. Можно грабить больницу зато. С каждого ящика можно чуть красить. Я ходил в морг, если у них хватает ингредиентов здесь. Я что-то не догнал. Ну ладно. Видимо, игровые условности. Я продолжаю все собирать, а она продолжает испауниться. Медный цветочек. Плацебо может быть опасным. У вас есть ум, чтобы сообщить его к доктору Аккроиду. Еще есть средства от нее. Но пока нам ничего не нужно. Я думаю, не буду заранее крафтить какие-то лекарства, чтобы не тратить ингредиенты. Часть обычной рукояти. Бич драконов. Так, это мы уже качнули. Ну давайте прокачаемся. Давно уже не качался. Сука, опта. Как фамилия мумажного чувака с горлом. Какой-то там... Не то, короче. Я проверял. Так, я хотел качнуть кровавое копье до второго уровня. Аааа, требуется восьмой. А у меня всего лишь шестой. То есть я должен предыдущие какие-то навыки качнуть, да? Слушай, а гипноз у нас наука. Закрываешь врача. Можно носить три сыворотки. Число патронов. Все неинтересно. Херня полная. Устанавливайте кровь. Пикирование. Это что такое? Вы совершаете сверхъестественный прыжок к цели и наносите урон во время приземления. Вопреки усталожившемуся представлению, вампиры не телепортируются, а увеличивают свою скорость. С помощью крови двигаются так быстро, что человеческий глаз не может за ними уследить. При правильном использовании этот навык может быть оборонительным и наступательным. В зависимости от потребности вампира. Один прыжок и добыча твоя. Так. О! Теневая завеса. Переключение. Вы расходите веносли у вас, чтобы доставиться во тьме и стать невидимой для большинства врагов. А нахера? Тебя просто чтобы стелсить? Ну, я даже не знаю стоит ли здесь стелс качаться. У меня такое ощущение, что здесь стелс немножко не нужен. Я бы, может, хилочку побольше прокачал. Ну, хотя она всего 50 хп больше восстанавливает. Что-то какая-то дичь. Потратить 0 единиц опыта, чтобы перераспределить неницы навыков. Интересно, кстати. Ну и Шнобель у доктора. Да нормально, и Шнобель. А вот вены взбухшие. Так себе. Это, короче, тупо стелс-бой, да? Не знаю, обивок очень мало, я бы сказал. Кстати, вот это хотел качнуть. Чтобы больше крови высасывать. На пять процентов. Ээээ, такое, да. Вот это вот, может быть, имеет смысл. Сейчас пора страчу, конечно, на всякое. Но мне всё равно до восьмого уровня качаться как-то надо. В принципе, больше хп можно сделать. Ну и, наверное, я бы прокачал вот эту штуку. А, мне не хватает. Ну и ладно. Так, уксус я прокачал. А, блин. Ладно, пойдёт. В следующий раз попробую прокачать копьё. Накопить для него. Долго, конечно. Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Ясно. То есть, тут ещё что-то меняется, да? Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние жителей района окажется ниже критического, он погрузится в хаос. Ясно. Ну, кто же знал, что здесь каждую ночь что-то происходит? Окей. Будем знать. Будем знать. Так. Тогда надо пореже качаться. Тут как в обливионе, слышишь, блин. Лёг поспать. И все враги прокачались. На 18 тысяч уровней. С другой стороны, я ничего особо-то и не ухудшал. В этом райончике-то. Вроде только улучшал, наоборот. О, в итоге, я так понимаю, можно тут полный хаос сотворить. С другой стороны, опасность района, скорее всего, сыграет против меня, я так понимаю. Так, где этот чёрт? С точки зрения сюжета-то вообще ни хрена не происходит, ничего не меняется. Так, Стриклинг. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Что за дичь? Узнать больше о горожанине? Там какая-то хрень творится. Так, сейчас, подожди, где Стриклинг? Да, он съебал уже. Вернись сюда. Так, на. Да. 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 Стриклинг. Да. 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 Продолжение следует... Пожалуйста, возьмите ключ в кабинете и поставьте пластибос в будущем использовании. Так, что-то кабинета. Сейчас я пойду посмотрю, что там еще в кабинете делается. Ну, сначала тупой. Трупешники. Там где-то что-то нехорошее происходит. Кстати, мы можем еще с этим поговорить. У нас же есть о нем инфа. Новая. У вас же слышали, о чем-то изгибает при его хорошее человека? Отбежите, sir. Но я... Скажи мне правду о твоей поз 03 идентичисом в течение войны, а Ракеш. Регимент администрации поздоровляла меня беспокойство. Я хотел научить боль в Спарке, sir. Очень серьезно, но я верю к этому цель. Хочу прорисовать в тракет. Вы не можете импровизировать медицинскую обучение. Люди могут умереть в твоих руках. Вы абсолютно правы, сэр. Но, как медицинский, это было больше как быть бутылкой. Вы верите, что вы действительно помогли эти люди? Мои рейтинги были в порядке региона. Я спасал жизни, доктор Рид. Это не так сказать о тренировке и оборудовании? Вы понимаете, сколько солдат умерли из-за этого решения? Вы должны быть отказаться. Да, сэр. Я сомневаюсь, что это сделал, сэр. Но никто не слушал. Когда первые болезни пришли, я должен был сделать то, что я могла. Это невероятная история, мистер. Это было время, без веры, доктор Рид. Но я счастлив, что вы делаете. Я предпочитаю, чтобы улыбнулся. Доктор, я споткнулся. У меня нога болит. Пелечь. До свидания, мистер. Мы не узнали. Ваш Кэп. А, она пришла в гость. А-а-а, это бабища. Здрасте. Мистер Рейнфилд. Это нет способа поговорить. Вы здесь хорошие руки. И мы будем работать. А-а-а-а. А-а-а. Я думал, это вампирш. Или это она и есть. Я хер его знает, я не запомнил. А-а-а. 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 А-а. Суанзи объяснил, что мой телефон, если вы любите, был компромиссирован. Извините мою мудрость, господинка, но у меня есть вопросы, о том, что мы делаем. Как нового рода, ваша плача для ответов равна только ваша плача для крови, но эти вопросы нужны веса. Я исследователь. Моя мудрость в обозначении мудроствах и нужна информация, чтобы обозначить мою мудрость. Я желательно отвечу на каждую вопрос, которую у вас есть, но первое, проживай себя способным решить мою предотвращенность, без ежедневности. У вас есть ли у вас поведение? У вас есть ли у вас поведение? Эти плохие мудрости имеют так много времени, чтобы жить. Я делаю свое удовольствие, чтобы улучшить их боли. Ответы. У меня, верим. Мудрость бы получил лучше место, если бы это было нужным для женщин, как вы. Вы меня делаете. Я просто нескольким кричком. Продолжение следует... 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 Понятно, хочется тебя сожрать, ты меня бесишь. Подожди, а что у нас? Тебе все равно, что у тебя там жена? Вот это вот, короче. Ладно. Видимо, я ему покер. Так, я его похилил. Наверное, я сделал лучше для всего происходящего. Но если я буду жрать людей, то, видимо, здесь все станет плохо. Как так-то? Не жрать людей? Они же такие вкусненькие. Хотя мне хватает тех, которых я убиваю. Охотников этих. Хотя с них много не дают. Так, наконец-то нас спустили в эту комнату, да? Я не понял. А, Харри Джонс, это же пациентка. Театр Royal Garden. Клайд Фитч представляет Дори Сплетч. Отчего? Мешочек с мусором. Еееей. Да, восьмой уровень. Клайд Фитч. Бабка уже бесит. Харри Джонс. Бабка уже бесит. Клайд Фитч. 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 Что-то в этом, короче говоря, есть. Это не то, чтобы РПГ, но какая-то, блин, разновидность игры. Я даже не знаю, как ее правильно озаглавить. Вот. Но, тем не менее. РПГ я бы это тоже, наверное, не назвал. Прям совсем уж. Как-то от РПГ-то, кроме, не знаю, NPC, с которыми ты кучу времени тратишь на разговоры, то и ничего не осталось. Ну и небольшой прокачки. Вот. Ладно. Всем спасибо, кто смотрел стримчик. Не я уезжаю, жена уезжает учиться на сессию. Я остаюсь. Всем спасибо тем, кто будет смотреть это дело в запись. Если вы, конечно, осилите эти шесть с половиной часов болтовни с кучей NPC. Дорогу осилит идущий, как говорится. Ну, а я прощаюсь. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!